ну ладно тогда тогда погнали это нажал это нажал это нажал так вы и тут есть она не есть у меня тебе всегда отдельное спасибо за то что заглядываешь что там слышно видно если слышно видно ставьте два плюшка аня если тебя что-то так я сам себя слышу почему за то что заглядываешь что там слышно видно если слышно вид все теперь не я не вы меня не слышите вернее эхо не будет значит тема сегодня какая работа мы с вами не смотрим работа будет главное не забыть в пятницу будем смотреть работы у тех кто там подписан хуя где так вот сегодня мы чего под активем есть макет вот такой он я его спица так надо вам чё надо лайм включить чтобы вы видели что я нажимаю правильно я хочу сегодня сделать стрим который будет больше похож на ролик то есть чтобы было меньше всякой технической воды когда я там что-то сижу туплю что-нибудь ну вот когда я монтирую там хоп-хоп-хоп залпом прошелся и все вот я хочу какой-нибудь такой стрим сегодня сделать чтоб мы не обсуждали что-то не связанное с макетом поэтому если у вас есть какие-то вопросы может там вот эти ребята синими гаечными ключами помогут на них отвечать и если у вас вопрос есть какой-то по макету потому что мы делаем то вы задавайте спрашивайте буду коментить если нету смысле есть если есть какой-то вопрос который не связан с тем что мы сегодня делаем то я ну тогда это тогда извините ребята просто хочется чтобы сегодня тема была именно адаптиву макета правильно так плюс плюс классно слышно видно все погнали они напишите они спасибо марии можете написать гаечные ключи и пришли мои любимые чего значит погнали чем мы делаем первым этим значит смотрите я макет разобрал немного потому что тут было больше где-то в каких-то местах было больше как их называют фиолетовые эти самые компоненты конечно же вот и где-то я поразламывал автого я вот что-то оставил но компонентов нет поэтому мы во первых будем делать и адаптива во вторых мы будем сразу чинить макет то есть если б он сразу был настроен то в чем вообще смысл я бы просто взял сжал и готово так не прикольно поэтому я буду настраивать и комментируем правильно значит во первых чем мы делаем мы звоним так этому выключили звоним в shift alt 03 и чего мы делаем они не сюда мы звоним в компоненты shift и правильно и в компонентах вытягиваем заготовку под адаптивы она есть на пофиг мне или как-то по фигме и на этом на фигма хлопе лежит в файлах можете кто еще не знает достать значит разламываем ее и разламываем контейнер чтобы у нас были заготовки значит смотрите во первых заготовка 360 потому что есть в ю тубе достаточно много еще актуальных роликов где ну смысле вот прям вчера записали там например ли там неделю назад или там месяц назад это еще считается актуально так вот ребята делают 320 320 через них прогресс просто вот таким километровым шагом переступил они все еще делают и вам показывают что надо делать 320 ребята ну блин пятый iphone уже блин figma не поддерживает седьмую винду все ребята со вчерашнего вечера 7 винда накрылась фигма десктоп они 5 iphone ребята 5 iphone блин уже 15 в следующем году не 5 все забудьте про 320 во первых во вторых надо делать 4 макета но почему надо делать 4 макета это большая отдельная тема и это связано во первых чтобы сайт стал лучшее чтобы верстальчику хорошо было чтобы дизайнер денег заработал чтобы все были довольны потому что если прям очень-очень вкратце так чтобы он так вкратце значит смотрите если прям очень вкратце когда вам делают вот это вот подобие адаптива когда вам его показывают что вот мы делаем адаптив так что потом не искать а то control z далеко уедет значит смотрите когда вам делают вот такое вот подобие адаптива что там на 320 вот этом вот вообще делать там тупо столбик в чем тут вообще ну вот и если нет соседнего макета смотрите вот этого соседнего макета нету 480 где там что-то уже было бы в две колонки что-то было бы в одну где-то там чего-то было бы так 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 вот этого макета нету а значит верстальчик не знает в какой момент а главное как все должно перестраиваться правильно он не знает и значит чего он делает на 480 480 где-то вот так он тупо или оставляет поля или он тупо все это дело раздраконивает либо делает резину либо делает все это дело увеличивая вообще пропорционально и где адаптива где адаптивы то есть сайт страдает если мы возьмем какой-нибудь модный телефон или не модный просто повернем то у нас не будет двух колонок потому что верстальчик про них не слышал и макета не было сделал так как ему удобно чтобы потом какие ко мне вопросы макета не было а значит на смартфонах на очень большом диапазоне просто-напросто не будет двух колонок прикол хотите их не будет и на планшетах потому что следующего макета 768 вот этого прекрасного макета где было бы уже наверное три колонки например какие-нибудь блок новостей в три колонки или еще что-нибудь там карточки в интернет-магазине товаров в три колонки его нет а значит верстальчик не знает в какой момент а главное как все это дело перестраивать ну понятно как то есть была колонка 1 стала три но какие отступы размеры шрифтов размеры отступов всего этого нету если тут у нас маленький какой-то текст ну не знаю где то здесь на 768 уже можно сделать покрупнее чуть-чуть потому что девайс то побольше вот например если здесь у нас какой-нибудь 17 то на смартфонах 15 вот тут вот смотрите у нас 15 текст мы его уменьшаем когда делаем адаптивы но этих всех макетов нету а значит что делает верстальчик правильно на всем диапазоне на всем а 300 блин 20 от 320 этаж макет диапазон до это минимальное разрешение аж до 1279 пикселей вот вот во всем вот этом диапазоне видно вам во всем этом диапазоне у него будет ну грубо говоря у него в голове будет одна колонка если верстальчик с мозгами возможно он сделает какой-то где-то петлю как он сделает макетов нету какие к нему вопросы поэтому он делает так как ему удобнее побыстрее чтобы ему потом не дергали макета не было все отвалите от меня и значит макета будут вот такие вот тупо скучные макеты перестроения нет вот верстальчик например не знает в какой момент делать шрифт обратно 17 потому что нету макетов понимаете а значит страдает сайт во первых страдает сайт потому что она он будет супер упрощенный супер шаблонный супер неинтересный скучный скорее всего где-нибудь на планшетах у вас вместо каких-нибудь там 6 товаров которые поместились бы в экране понимаете вместо 6 товаров у вас супер большой вероятностью ну либо вот так вот если мы планшет повернем до было бы 6 товаров вот либо если планшет у нас горизонтально в руках наоборот вертикально будет вот так вот супер большая вероятность что не будет 6 товаров не будет там будет или одна колонка и вообще супер большая вероятность что будет вот просто что-то вот такое и представьте вместо 6 товаров у вас два товара что заказчик рад что у него 3 4 5 6 товар просто про него не знают на складе просто вот все пылится прикиньте а все тупо потому что дизайнер во первых сам денег не заработал он сделал меньше работы он не заработал денег во вторых он сделал сайт хуже скучнее товар не продаются верстальчик тоже там делает как ему удобнее значит смотрите страдает сайт страдает кошелёк дизайнера потому что он недо заработал денег страдает верстальчик потому что он сделал кое-как потом по вопросы будут у него отмазка какая в общем если были макет он просто сверстал бы ему бы было даже быстрее ему не надо что-то там выдумывать там включать какой-то режим этого хотел сказать peterodale нет наоборот режим этого супергероя супермена и пытаться как -то этот сайт сделать нормальным человеческим не надо потому что у нее есть макетом просто по макетом сверстал ему быстрее дальше понимаете но бывают конечно такие макеты когда дизайнер не понимает что он в принципе делает какие-нибудь новички когда делают например вот здесь вот был какой-нибудь не знаю там две фотки вот две фотки например да вот было две фотки на ты ищем две фотки на 768 две фотки она 480 вместо того чтобы убрать одну фотку и вторую оставить знаете что делает дизайнер правильно дизайнеры вот из этого всего дела он городит я надеюсь все это дело вообще слышно видно блин кажется я сам собой разговаривал потом и ничего не записалось вот и у него в итоге получается слайдер прикиньте ради одной фоточки ради одной фоточки надо городить слайдер обращение лишь не лишний гемора лишний код который возможно будет конфликтовать растальщики в принципе все эти слайдер недолюбливают вот просто ради одной фоточки то есть дизайнер не понимает что вот это лишний гемор и естественно вертальщик такое не добрят вот поэтому в данном случае верстальчик в макета у него нету естественно слайдер городить не будем просто скроет или там сделает одну фотку под другой или просто их как-то там уменьшит то есть в данном случае опытный верстальчик сделает хорошую вот значит смотрите когда вам делают один макет дизайнер не до зарабатывает сайт получается хуже скучнее шаблоней товары не продаются потому что 2 3 товар про них просто не в курсе они нами на экране не помещается их не видно значит товар не продается вот верстальчик там конечно попроще будет если смотрите в плане заработка верстальчика я не могу сказать ему а одним нравится верстать когда нет макета в другим нравится верстать когда есть макета то есть тут уже зависит от того там еще можно верстать от большего к меньшего от меньшего большему тоже кому как больше нравится значит страдает когда вы делаете 4 адаптива страдает единственный кто страдает это кошелек заказчика потому что дизайнер больше денег попросит но работы больше сделал сайт предусмотрел чтобы сайт лучше получился вот и получается что дизайнер попросит больше денег но в перспективы товары продаваться будут сайт будет удобнее блин не вот это 320 который потом раздраку нет потому что дизайнер просто 320 дел понятного это прямо если очень супер кратко потому что на курсе про это два часа рассказывают на примерах показываю вот чтобы вы просто понимали почему надо делать 4 макета вот чтобы сайт стал лучше чтобы дизайнер денег заработал чтобы удобнее было пользоваться чтобы товары продавались блин ребята товар вместо двух товаров 6 было видно а если откроете какой-нибудь wildberries или что там еще есть популярная связной не в связном большие карточки озон какой-нибудь там на планшетах там по 8 12 карточек запросто поместится запросто а дизайнер сделал две колонки в одну колонку вот это два товара и просто потом верстальчик раздраконит а все тупо потому что не было макетов поэтому делаем 4 макета по фэн-шую так надо чате глянуть вы скажите все что я вам рассказываю видно слышно запись будет если запишет потому что бывает такое что записи там не знаю звук пропал еще чего-нибудь и смысла нету а еще знаете какой прикол был стрим проводила на этих со спонсорами и включил найти что я включил и включил это сейчас вам найду блин вот хотел без этого и полез ладно один раз можно потом как полетим сейчас начинайте чего стрим провел сейчас стрим провел вот смотрите что было блин как то вам так а вот я скопирую сюда вставлю классное придумал смотрите а стрим блин провел забыл и включил яндекс музыку нам там классно так было с одной девочкой вот потому что все остальные опоздали получилось классно это консультация его вместо стрима вот и смотрите иди сише мне потом прилетел и пришлось стрим удалять поэтому бывает такие не запланированные штуковины когда ты что-то забываешь включить отключить и стрим вроде записался но вот из-за такого приходится стрим удалять сейчас я глянула вроде бы музыку у вас идет не через яндекс музыку поэтому вроде бы если там нет никаких запрещенных композиций стрим сохранится а это хорошие новости да так вам там аня рассказала что если вы хотите если вы хотите какого размера десктоп но от ищет смотреть в частном девочка одна спрашивает вот елена котова вот она сделала макет и еще 400 переносит в тильду и у нее вопрос а ты вот она делает 1400 ладно ей повезло можно на час махтян на домашку смотри значит вот она делает 1400 я это макет макет это значит это белый а у нас монитор 1280 1280 до стандартные ну более-менее стандартный много у кого стоит монитор черным вот так вот и потом вот так вот хоботом углы скруглим не то что эти ваши iphone вот в руку взял потом синяк значит смотрите что происходит если но и понятное дело что тут контент может быть текстовый да там какие-то отступы есть но они мало будет а 1400 контент правильно контент это границы текста то есть но у текста уже обрежутся или там номера вот логотип уже обрежется да там номер телефона в хедере взял там и две цифры последний просто не влезли просто тупо не влезли поэтому конечно если делаете широкий сайт надо предусматривать 1200 макет то есть если вы делаете 1680 1366 1440 вот эти вот популярные макеты а еще знаете почему не популярные недавнем ролике рассказывал потому что тут их нету вот если мы зайдем в презентацию то тут есть 1920 его файл а многие залазят вот сюда такие а кстати смотрите добавили не помню как давно добавили но соберут вот это и потом делают от края до края вот и по естественно потом на мониторе вот на этом открывает такой монитор зоны вертикальные в смысле горизонтальная не вертикальный правильно вот как то так и она не помещается значит если вы делаете широкий макет то естественно надо сделать еще дополнительно тысяча двадцатый тысяча ну могу под монитор и 1280 то есть не ровно 1280 а с какими-то там отступами по 30-40 там 50 еще и скроу можно предусмотреть вот какие конкретно отступы будет как вам нравится вот например ширина контента 1214 получится при определенных условиях ширина смотрите вот сетку если мы возьмем 1200 блин хотел без этого ну ладно по теме вроде стрим будет часа на два ладно мы потом через автовая вот быстренько всем бахнет значит чего нам надо смотрите вот берем 1280 многие кто-то спрашивают там одна девчонка языкащик предъявил а что это у тебя написано 1280 а ширина то у тебя вот если мы возьмем поставим как мы сможем по сетке поставить значит смотрите ставим по сетке а ширина контента же не 1200 правильно она 1218 потому что при определенном наборе ширины колонок тут отступы сколько 30 до тут же показано сколько отступа 30 то если разломаем вот зайдем посмотрим значит 30 и 74 ширина колонки а если мы возьмем другую давайте запомним это было 30 а вот если мы возьмем 22 следующего 1 1080 вот ширина колонок 20 поменялось вот поменялось видите тут чуть чуть меньше на пиксель меньше потому что ну математика такая что ну не получается всегда одинаковая ширина колонки если у нас начинка разная ширина контента будет отличаться если разные отступы вот эти вот составляющие они будут чуть-чуть отличаться видите сюда зашли посмотрели тут вот было 74 стала 83 было 74 30 они в сумме дали 1218 а теперь у нас другие данные другие данные 83 плюс 20 в смысле 11 раз по 20 и 12 раз по 83 и в сумме это получается 1216 а если мы возьмем следующее значение будет еще на два пикселя меньше ну вот такая математика штуками пристали ребята куда мы идем вот сюда вот смотрите десятку берем все обновилась вот видите еще на два пикселя меньше ну потому что так математика работает ну смысле вот она именно так сработала вот тут уже другие значения 11 раз по 10 и 12 раз по 92 в сумме дадут 1214 16 18 ширина контента зависит от того какая сетка мы смысле сетка она всегда одинаково 12 колоночная но в зависимости от того какой ширины что-то здесь внутри у этой сетки отличается ширина контента но монитор при этом 1280 его нормально смотрится и с этими с этими с этими отступами понимаете как это работает то есть мы делаем не ширину контента а под монитор 1280 под монитор то есть какие-то отступы сделали вот здесь вот а сколько там внутри может кому-то нравится вот так кому-то так кому-то так как у вас там по сетке получается как вам нравится так и делайте ребята главное чтобы у вас контент не было вот от 1280 от края до края чтобы тексты тут не начинались это некрасиво всегда должен быть какой-то отступ понимаете теперь века если ты это смотришь то вот я ответил на твой вопрос который ты пыталась достучаться в инстаграме но я печатать так много не могу поэтому вот если ты смотришь а ты же смотришь так надо этим глянуть чатик и погнали адаптивить правильно куда чатик делся где чатик отдайте чатик как так это мой стрим и что это где чат ну так видно слышно так вопросики значит если ко мне вопрос к давайте сегодня вы там сами будете общаться вот с этими ребятами с классными которые пришли помочь вообще если как хотите мне что-то спросить то задаете собака алё и задаете вопрос он тогда будет вот такой оранжевый вот видите как раз заметил значит десктоп-версия все-таки какого размера должна быть ширина контента как какой получается плюс какие-то отступы по 1280 так вот смотрите кажется не договорил если вы делаете ширину контента действительно лишь не договорил начал отвечать если вы делаете ширину контента шире значит смотрите какая у нас ситуевина номер два нас монитор например у заказчика не на 1440 вот ноутбук да вот он сидит на ноутбуке какую надо сделать ширину контента да какая у вас там получается делайте вот так вот отступ какие-то там оставляйте чтобы текст не начинался с края сколько получится так мышь пока не настроим сетку мы не узнаем вот сейчас получилось в конкретный момент 1370 возможно у вас получится вы хотите сделать вот так например как-то вот так у вас получится другая ширина 1382 к это некрасивая ширина но вот она так состыковалась 11 раз отступы 12 раз колонка вот такая получилась гонша были отступы так вот если вы делаете изначально такой ширины макет то естественно этот макет вот у этого заказчика у этого заказчика он не поместится ну то есть туда он не влезет обрежется логотип телефон и там две цифры не влезет все как звонить там текст и отзыв не дочитать еще что-то адрес там цифры вот это там будет не знаю там популярный вот этот файл у курьеров какой какой популярный файл б б похоже на 6 поэтому если вы делаете никогда не пишите б маленькую ребята потому что курьеры потом будут звонить и просто плеваться в телефон и вспоминать все свои матные слова если вы б в адресе сделаете маленькую всегда делайте бы большую блин чего это вот не знаю там 124 например б а такого 12 б да блин 12 б а курьер блин подумал 126 12 дом здесь а 126 представляете как далеко от 12 представляете куда вы курьера отправили тупо потому что вы блин сделали маленькую букву только из-за этого прикиньте насколько сильно вас ненавидит курьер просто через два квартала поэтому так не делайте зачем я вам рассказал не помню на что я отвечал простите я хотел без этого но ладно постараюсь не перепрыгивать с темы на тему значит если вы делаете большой макет всегда надо делать дополнительный макет я вспомнил а зачем вам рассказывал если вы делаете 1440 вам в любом случае надо показать 1280 ну не ширину контента а монитор так вот если вы делаете дополнительный макет это работы там сколько ну сколько на сколько-то процентов больше вот учитывая что вас будет автовая вот которых прекрасно тянется вы настроите ну как бы быстро делать но все равно дополнительная работа поэтому я обычно делаю либо вместо вот этого макета то есть в итоге получается все равно 4 макета либо отдела вместо 768 то есть минимальное все равно надо сделать потому что от него все пляж и минимальные 320 360 ребята прогресс уже где-то там а 320 ребята по заде стали вот либо и вот этот макет надо сделать обязательно потому что это планшеты и на планшетах уже появляется бургер меню уже в одну строку от если в интернет-магазине меню там в 3 строки в три этажа то он на планшетах обычно делают одну строку то есть тоже гораздо сильно там все меняется и поэтому этот макет тоже надо а какой вот из этих двух ну какой захотите там уже по макету посмотрите если сильное перестроение вот здесь например у вас был sidebar и были какие то вот такие штуковины который называется карточки товара вот и здесь вы же понимаете да что здесь 768 отдай от дэмокер 768 я ошибку прям не ошибались 768 вот видите 700 блин три колонки там на три колонки обычно вот иначе сюда блин то включить ее мои три колонки вот здесь сайдбар уже не помещается тут уже будут сетка из трех колонок а вот этот сайт бар он уже телепортируется в какую-то горизонтальную кнопку которую тоже надо показать то есть тут уже есть что показать если у вас было четыре колонки с сайт баром например то есть вы уже по макету понимаете ага вот этот макет сильно важнее чем вот этот потому что здесь у вас на 480 по большому счету будет все то же самое 480 будет ну по большому счету все будет то же самое что здесь только две колонки по большому счету то есть никаких таких вот глобальных перестроений там header footer как потом перестрают этого не будет значит вот этот макет сильно важнее чем вот этот значит мы делаем три макета вот эти понятно вам понятно ребята и так стараюсь объяснять вам было понятно поставьте лайк если вам понятно если непонятно все равно лайк стать чузыри пришли что ли так сейчас будем адаптивить если делаем десктоп на 1900 дату планшета ты это сейчас ответил правильно да ты сейчас ответил если у тебя значит смотрите когда вы вот так вот спрашиваете вы делаете макет шириной 1902 а контент какой у тебя по твоему вопросу непонятно ширина контента текста какая ширина по твоему вопросу не понятно тебя вот макет макета ширина контента но учитывая что я только что рассказал я думаю тебе стало понятнее о знакомые люди карандашу привет а я камеру ты переключил его мою можете большой нет я маленький клас начну я начал переживать что вам не видно рабочего это экран значит погнали наконец-то мы звоним shift и через двадцать две минуты нажимаем одну кнопку вторую на мышке сделаем это быстренько и начинаем адаптивить значит смотрите есть и еще супер-мега лайфхак я никогда не начинаю сверху вниз то есть вы смотрите тут вот в хитере понятное дело что тут каталог который как-то там тоже раскрывается и сейчас этого нету тут вообще в принципе кроме этого я ничего не оставил вот то есть тут все равно куча всякого вот этого это ерунды которые вот это вот мельчишит и она прям бесит вот и я не начиная с этого вот смотрите прекрасный блок в котором три элемента три элемента классный блок который за адаптивица там за сколько-то минут. Ну, сильно быстрее, чем хедер. Поэтому начинаем с него. А чего нет? Вот, смотрим текст, надо уменьшить. 80, что там? 64. Хоба. Нормально влезло. Смотрите, классно. Заголовки делаем кратный четырем, чтобы там, вот эти, любили разработчики всякие разные, мобильных приложений и всего остального. Кстати, получается, криво, да? Да, смотрите, фейл нашел. Тут, на самом деле, будет достаточно много фейлов, поэтому я там макет ломал, что-то двигал, логотип еще поменял, там еще телефон, номер телефона поменял, чтобы там заказчик потом меня не искал. Адрес вот это где-то там нашел тоже. Смотрите, барановический завод какой-то, а тема про... чего-то там про теплица. Короче, поменял контент немного, чтобы заказчик чуть-чуть что потом не бухтел. Значит, вот это, казалось бы, можно поставить... А, еще супер-мега важная инфа. Если вы ставите по колонке, видите, смотрите, вот эту штуку можно уменьшить, да? Вот, и поставить... Изначально она была вот такая. 240. Красивое, офигенское число. Мы пришли вот сюда, и у нас колонка вот такая. И кому-то возможно, видя вот эту колонку, он такой сразу, а, я хочу уменьшить. Ребята, когда вы делаете по колонке, у вас элементы начинают тягаться. То есть элементы в диапазоне, вот эта сетка 1200, 1100, она тянется до 1279. То есть до предыдущего макета, до вот этого вот, минус... Вот до вот этого минус один пиксель. Да, то есть вот на 1280-м мониторе уже будет грузиться следующий макет. А вот в этом диапазоне будет тянуться вот это вот. А раз оно тянется, то у вас вот этот кругляш будет растягиваться вместе с сеткой. Вы хотите, чтобы так было или нет? Вот большой вопрос. Поэтому, когда вы ставите по сетке, оно начинает тягаться. В данном случае не надо ставить по сетке, потому что если стоит не по сетке, оно будет фиксированным. То есть в какой бы диапазон мы не попали, у нас вот этот кругляш, он всегда будет... О, вот так. Вот, видите, он всегда будет одной ширины просто справа. 240. Вот. Поэтому, если ставите по сетке, то будет тянуться. Если не ставите, то будет фиксированным. Ну, с большой... Там еще от настроения верстальчика зависит. Вот так. Значит, это сюда. Фотку просто уменьшаем, правильно? Или по центру ставим. Или уменьшать. Так. Значит, смотрите. Имг. Разламываем. Это не надо. Хоть что-то лабел куда-то вылетел. Это что? Это TXT. Видите, там порядки надо навести. Это TXT. Так, там автовоялт, кстати, надо нам. Нет, тут переноситься ничего не будет. Значит, смотрите, в данном случае вот этот текст переноситься не будет. Он всегда будет таким. А значит, зачем нажимать SHIFT, а зачем нажимать ENTER, проваливаться, менять филхуги. Если мы все равно не будем это этим... Ну, не будет вот такого. Можно было не нажимать. Но нажали и нажали. Значит, вот это лабел. Возвращаем обратно. Да, над картинкой. Значит, что у нас? Картинку имг. Я, кстати, вот долго подписывал пик. Потом мне намекнули, что в верстке-то имг. Поэтому я подписывал имг с какого-то там времени. Значит, чего у нас? Ставим просто по центру. А чего оно не ставится? Потому что это не фрейм. Блин. А, погодите. Во фрейме... А чего у меня слетело или что? Почему? Почему не ставится? Так, погодите, ребята. Да е-мое. А чего оно не слушается? Во. Ну, элемент встал по центру. А чего оно не слушается здесь? Ладно. Так вот, надо нам вот это вот или нет? Это же, смотрите, это стоит не по сетке. То есть, фиксированной шириной. Значит, в диапазоне элементов оно будет вот... Какие-то девайсы будут целиком смотреть эту картинку. Я бы не уменьшал. Ну, в чем прикол каждый раз что-то уменьшать? Ну, то есть, смотрите, это уже субъективщина. Вот как дизайнер сделает, так ему потом... Так всем потом и мучится. Вот дизайнер уменьшил, уменьшил, стало чуть меньше. А можно не уменьшать, можно оставить. Если вам не нравится, что обрезается, ну, давайте уменьшим. Вот, значит, смотрите, это... Это, хоп, можно выровнять по верхушке. Там, значит, не... А, я уменьшил, поэтому криво стало, да? Да, значит, возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. А раз, два, три. Нормально, нормально. Все, погнали дальше. Первое сделали. Ставим вот так вот. Так, чего это у нас? Заголовок какой там нормально влезет? 48. Прекрасно. На 4 делится. Супер. Значит, вот что мы делаем? Уменьшаем, раз вам нравится уменьшать. Не, ну, в какой-то момент... Ладно, давайте сейчас уменьшим, а потом уже уменьшать не будем, а будем центрировать. Значит, есть такой хуткей, который Alt-D. Смотрите, улетело. Было вот так. И чтобы вместо того, чтобы двигать вот так вот стрелочками, можно сразу нажать Alt-D. А, что у нас? А, значит, в одну сторону, в другую. Ну, и это по контейнеру. Перепрыгивать из одного угла в другое. Ну, и чуть-чуть кликов можно сэкономить. Вот, там было по верхушке, да? Можно, кстати, обернуть в контейнер, можно не оборачивать, можно руками. Кому нравятся контейнеры, тот и тому и нравится. Проверили, проверили. Погнали дальше. Ничего не закрывается. Прекрасно. Так, значит, смотрите, я делаю один блок, а потом читаю чат. Классный япон. Что у нас тут дальше? 32. Нормально, поместилось. О, вообще идеальненько. Значит, смотрите, теперь мы не уменьшаем. Я, кстати, несколько роликов таких классных хочу вам записать. Чтобы вы прям вообще кайфанули. И там будет про изображение. Значит, вот эта штука, она очень важная, что это крупнейший. То есть, это завод номер один. Номер один, это самый важный завод. То есть, вот эта штука, она важная. Она важная, то есть, заказчик делает на этом акцент. Что это супер самый, там, какой-то навороченный завод. Что у них там 12 миллионов, чего? 12 миллионов вот этой штуки. 150 тысяч теплиц, это все там за какой-то небольшой. То есть, это прям очень важно. Поэтому просто ее сделать маленькой. Просто ее там, просто вот так вот сделать. Например, черным цветом. А вот это вот скрыть, чтобы увидеть фотографию. Мы снижаем акцент. А это очень важная штука. Во-первых, нам не... Во-первых, верстальчику не надо менять какие-то стили. То есть, в плане оставить. Для верстальчика это офигенно. Для дизайнера тоже офигенно, не надо что-то выдумывать. И плюс для заказчика в данном случае офигенно, потому что акцент у нас не снижается. Раз, два, три. Тут, кстати, можно было автоваяут бахнуть и не дергать вот это раз, два, три постоянно. Но, ну ладно. Сделаем один блок. И вообще, видите, в группу, а не во фрейм. Сейчас там залетят, скажут. Фрейм это для этих... Для кого? Как там говорит этот? Для наркоманов он говорит. Значит, смотрите. Что у нас тут получается? Это минимальный размер, правильно? То есть, будет куча девайсов. Там 375, там еще и 400 какие-то там еще. То есть, будет место для больших дев... Вот видите, почему мы тексты ставим по колонкам? Чтобы вот этот контейнер вместе... Вот так, чтобы это было. Вот, видите, мы растягиваем. И текст растягивается... Вот, видите, мы поставили по сетке. Вот что происходит с контентом. Когда он стоит по сетке, он растягивается вместе с сеткой. Так вот, куча будет этих девайсов. Где будет... Вот, 400, например. 400... Как он там? В 420-м уже перенесется. Но на самом деле, для аж один заголовка, вот такие крупные штуки, они хорошо смотрятся. Только это не завод этого программного обеспечения, а по производству. Но мне, например, не нравится, что слишком много строк. Я бы сделал 24. Блин, нормально 24. Ну, как-то тухленько. Ну, то есть, ну, оно хорошо смотрится. Классно смотрится, что две строки, и читается классно. Завод по производству. Д-Ц-Т-Х-У. По производству. А сейчас так и буква не влезет. А нет, тут-то буква влезет. Вы мне, кстати, уже писали, наверное, да? Кстати, давайте протестим новую шляпу. Иди сюда, спелл-чекер. А, там же... Вот так выделить надо. Вот, смотрите, видите, подсветилось. Так, значит, что мы тогда делаем? Забираем. Так, если мы заберем два, оно так не вставится, да? Да, слетает. Поэтому забираем. А, вот так можно. Хоба. Хоба. Да, видите, какой я невнимательный. Вы заметили фейл? Да, ну ладно. Значит, смотрите. Вот так вот оно выглядит классненько. Супер. Но оно тухленько. Ну, в смысле, в чем прикол? Оно же тухленько выглядит. Ну, как-то для... Я бы покрупнее все равно. Я бы вот оставил 32. Где оно там делалось? 32. Ну, блин, криво. Как-то ужасненько. Ну, типа круче заголовок. Нормально, слушайте, нормально. Короче, оставляем так, потом там дальше решим. Да? Раз, два. Блин. Вот видите, это уже на субъективщину дизайнера. Так вот оно прям хорошо. Хорошего. Ладно, пока оставим так. Там посмотрим, какие потом... Значит, смотрите. Должна же остаться иерархия заголовков. То есть, если мы делаем вот этот, аж один, 24-м, то у нас вот эти не могут быть крупнее, а они короче. Там же вон мы произвели, вот что там. Отзывы клиентов. Смотрите, отзывы клиентов 32-м было бы вообще потрясающе. Если они будут 32-м. Вот, 32-м. Смотрите, как классно. А если мы сделаем 24-м, то тоже тухленько. Ну, что это такое? Что это за заголовочек? А мы не можем сделать крупнее, потому что у нас вон сверху, видите, упираемся в иерархию. Ну, пока оставим, там дальше разберемся. Вот, теперь идем читать чат. Что-то вы тут нафлудили. С контентом. По краям маленький отступ. Ну, вот как дашборды, от края до края. Или вот как галереи, да, вот эти вот сайты. Куда мы пойдем? В YouTube пойдем. Вот, от края до края. Ты еще... Так, это не тот. Не тот YouTube. Это вот этот YouTube. А где YouTube? Слушайте, у меня было два стримдека. Я оставил один, чтобы... Ну, привыкаю к одному стримдеку, чтобы второй на дачу забрать. Вот. И это, убрал одну ссылку. Теперь надо ссылку вернуть. Убрал ссылку. Так, мы в эфире. Вот, от края до края, да? От края до края. Ты про это спрашиваешь. Что там ты спросил? Теперь, блин, надо найти, где ты спрашиваешь. Где, блин? Что это вылезло? Не то нажал. Это нам закрыть. Вот тут. Вот я хотел без вот этого, ребята, чтобы вы смотрели просто как ролик, а не как стрим. Значит, раз спросили, надо же ответить. Ты, конечно, это рассказывал. А то, получается, нужно делать адаптивы и под тысяча... Если ты сделаешь адаптив на 1280, то у тебя и вот эти ребята, и вот эти ребята на 1280 адаптивы прекрасно влезут. Ну, то есть, больше на меньшем отобразятся. Ну, отступы будут какие-то. Или резиновая верстка, там от настроения верстальчика зависит. И смотря, что он завтракал. Вот. Поэтому делаешь просто 1280, делаешь обязательно. А вот эти, соседи, там разница небольшая. То есть, вот от этого до этого, там, блин, 40 пикселей, по 30. Поэтому разница небольшая. Они прекрасно и с этим макетом станут, понимаешь? А вот разница между вот этим и вот этим, там огромная разница. Вот. Вот. А если ты сразу делаешь какой-нибудь такой, ну, тогда, да, тогда лучше показать вот это. То есть, если мы выбираем из двух зол, вот если из двух зол, ты понимаешь, что если делаешь вот такой макет и показываешь одно, второе, третье, четвертое, это же куча работы. Через автолаяута там не все макеты можно классно сделать и быстро через автолаяута. Вот. Это куча работы. И если заказчик оплачивает, прекрасно делает все. Если он оплачивает, ты объяснишь, что это куча работы, но сайт будет лучше, я все продумаю, везде перестроение покажу, размеры текстов меняются. То есть, не просто наплодить адаптивы ради адаптивов. Понимаешь? В каком-то стриме было адаптивы ради адаптивов. Девчонка прислала на разбор. Так, я сейчас вам найду. Знаете, как я сделаю? Я себе вот так вот хоба. Сейчас вам покажу, что такое адаптивы ради адаптивов. И вот так вот хоба сюда. Ну иди сюда. Блин. Что? Новая вкладка не слушается. Иди сюда. Сейчас я вам быстро найду картинку. Я знаю, где она лежит. Значит, заходим. Примера стрима. Четырнадцатый стрим. Нам надо найти. Четырнадцатый. Сейчас он загрузится. Вот. Делать адаптивы ради адаптивов без перестроения. Это, ребята. Но мне бы совесть даже не поменял. А, сейчас слушайте. Будет это ролик внутри ролика. И ролик как-то не инверсия, а как это называется. Вы там сейчас напишите. Как-то рекурсия. Где, блин? Где оно? Сейчас, ребята. Я уже в этом макете. Только надо найти. О, нашел. Во. Шушу. Нашел, шушу. Иди сюда. Хоба. Так, это не то. Кстати, вот кто-то спрашивал. А где макет? Почему заказчик до сих пор? Прикиньте. Вот еще сегодня делал макет. Вот вчера. То есть там уже второй год верстается. То есть не все. Не всегда верстается. Прямо через неделю. Вот второй год делаем. Вот видите рекурсия. Там умное лицо. Что надо сделать, чтобы вы кайфанули. А блин не дотянулось. Значит, смотрите. Вот тут вот девочка прислала. Вот видите. У нее макет ради макета. То есть если мы посмотрим вот сюда. Если мы внимательно посмотрим вот сюда. Вот главное. Сколько там? Вот смотрите. 1920. Вот этот макет. Уж простите за качество. Это скриншот. Со скриншота. Со скриншота. Вот. И 1920. И тысяча шесть. Вот это. Ну вообще нет. Ни одного перестроения. Вообще нет ни одного перестроения. Смотрите. Как было три карточки. Так осталось. Текст по центру фотка. Даже внутри формы. Вообще ни одного. Тупо. Тупо. Уши стали меньше. Тупо. Уши стали меньше. То есть вот за вот это вот. Она говорит заказчику. Я сделала макет. Давай мне деньги. Или потом следующий макет. Опять. Никакое перестроение. Тупо вот эти уши стали меньше. То есть были вот такие. Стали вот такие. Ну карта чуть-чуть меньше стала. Видите. Карта обрезалась. Вообще ни одного. этом это тупо макет ради макета и потом снова опять просто сделать уж и меньше в итоге вот этого 4 макета они абсолютно одинаковые просто разная ширина вот этих вот отступав тут нет ни одного перестроения ничего нет вообще не и даже форме вот этого штука вот это она не перепрыгнула вниз налево никому карточек две не стало там ничего абсолютно одинаковые макеты просто ширина это это не адаптивы это просто это ребята не знают какие переговоры совестью надо и если под моя совесть знала и чем вот эта девочка занимается предоставляет такие макеты она на развод подала поэтому так делать нельзя как минимум должны вот тут есть перестроение то есть верстальчик понимает ага вот на этом диапазоне мы начинаем перестраивать а это что так мало того что в чем в чем адаптива а во-вторых вы отправляете верстальчик он вот это все и он в шоке он начинает искать что ну есть макеты значит что-то отличается ну раз ему макеты прислали ему надо понять какую тут блин перестроению и вот он спустя там минуту или там две минуты тоже в зависимости что он ел на завтрак и вдруг побежит куда-нибудь короче к через какое-то время он поймет что его обманули мягко говоря прям очень сильно обманули и потратили его две минуты жизни даже две минуты жизни другого человека он будет очень сильно недоволен что ему прислали вот это разбираться чтобы он понял почему что тут отличий нет поэтому так делать нельзя то есть адаптивно надо делать когда есть перестроение если их нету в чем адаптива вот еще вы должны понять что адаптива что-то закрыто надо а это просто вот так убираем что например как когда он говорит что вот достаточно одного макета это супер большая вероятность того что это либо человек который не понимает что он деньги теряет что сайт становится хуже и товары не продаются а во вторых это возможно вам просто-напросто говорит офисный дизайнер потому что в офисе действительно не надо вот эти макеты но практически никогда вот эти макеты в офисе они грубо говоря не нужны во первых дизайнер в любом случае не зарабатывает эти деньги потому что у него зарплата он все равно получает зарплату раз в два месяца два раза в месяц а может и нет и может наоборот вот то есть эти макеты в любом случае на деньги дизайнера не влияют а значит он такой сидит а зачем не париться это во первых во вторых в офисе в конторе всегда одни и те же дизайнеры ну там есть круговорот дизайнеров раз полгода но в целом всегда одни и те же и верстальщики тоже практически всегда одни и те же более того дизайнеры и верстальщики как правило в офисе сидят на одном этаже блин или в одном кабинете или через стенку дизайнер подошел леща получил верстальщик все понял понимаете то есть эти макеты они не оправданы действительно в офисе они ну практически никогда не нужны потому что соседние мониторы верстальщик спросил как что сделать этот подошел объяснил ли за ли за лещом зашел и все поэтому когда вам говорят что вот это не надо. Это либо дизайнер, который не умеет себя продавать и не понимает, что товары потом пылятся на складе. Либо это просто офисный дизайнер. И действительно он будет прав. Потому что в одном офисе не надо это все. Отдайте обратно. Понятно вам? Лайки ставьте. Такую информацию вам рассказываю. Полезную. А вы лайки не ставите. Так. А вот аптевит-то мы будем. 40 минут прошло. Давайте вот с автолаяутом поиграемся. А, так, это же автолаяут. Настроить надо. Значит, смотрите, я тут все разломал. Сейчас, наверное, мы все это дело будем еще пересобирать. Правильно? Значит, что мы делаем? Конечно же, то, что повторяется несколько раз, надо аккомпонентить. Правильно? Правильно, чтобы можно было в случае чего например, галочку. Хотя галочку и так можно в шрифт поменять. Да, мы в одном месте меняем шрифт, все меняется. Вот. Но шрифт мы, скорее всего, менять не будем, потому что у нас уже адаптивы. То есть нам уже утвердили шрифт. Появляется вопрос. Нахрен. Нам тут адаптивить. Но с другой стороны почему бы нет? Смотрите, в чем прикол. Когда обновили автолаяут уже в четвертый раз, был супер популярный плагин. Вот этот супер популярный компонент клонера. Там у фигма, в фигмачате есть админы и один из админов, разработчик аналога вот этого компонента, компонент клонера, но он платный. Там плагин платный. Он меня недолюбливает, потому что я всегда пиарю вот этот плагин. Ну он бесплатный. Чего его не пиарить? А тот платный. Вот он меня недолюбливает, наверное. Поэтому вот. Короче, смотрите, этот плагин для меня был всю жизнь топ-1. Это просто маскет, потому что я делал адаптивы супербыстро. Супербыстро. Вот надел мастера, потом надел новый мастер, новый мастер. Один мастер исправил, все копии подстроились. И получается, реальный контент и делаешь все супербыстро. А потом, ребята, фигме обновили автолаяут, и я не запускал компонент клонер уже, ну, месяца три, наверное. Уже, наверное, три месяца. Прикиньте, потому что в чем прикол мастера? Вообще компонента. Если нам надо что-то подвинуть где-то в компоненте, мы не можем подвинуть. Можно двигать только в мастере. Мы идем в мастер, двигаем, и везде все двигается. Но автолаяут он позволяет двигать элементы, потому что автолаяут это настройка отступов. То есть мы можем двигать элементы через свойства. И это абсолютно все полностью меняет. И поэтому вот этот компонент клонер, он уже скучает по мне. Я его не вызывал. Вот если отмотать пять минут назад, уже очень давно. Значит, смотрите. Но в любом случае, давайте сделаем по фэншую. Во-первых, что нам надо? Вот это я вынесу. Давайте сделаем. Значит, смотрите. Нажимаем на буби. Нажимаем на буби. Кстати, вот я сегодня порядок тут наводил. Давайте протестим. Сработает. Плагин нашел. Давно не пользовалось. Убирает числа. А, он убрал только в выбранном. А если вот так? Ничего не выбрать. Красота. Классный плагин. Называется знаете, как называется? Блин, как он называется? А, Ctrl-Alt-P. А, блин, он название не покажет. А он? Во. Ну, Numbers. Убирает цифра. Класс. Так, чего нам надо? Значит, смотрите. Нажимаем на буби. Буби нажали. Значит, настраиваем буби. Тут нам надо, чтобы это... А, кстати, настроено. А, забыл разломать. Ну, ладно. Значит, что мы делаем? Делаем Ctrl-D. А, и тут, блин, настроено. А так вам не прикольно, что уже все настроено. Правильно? Ну, ладно. Блин, я разломывал и не все разломал. Ну, уж простите. Значит, пересоберем. Просто тексты. Так, что нам надо? Нам надо вот это заменить вот это. И здесь поменять тексты. Правильно? Потому что тут у нас теперь компоненты. Ну, понятно, что я сделал. Там были не настроенные тексты, не фиолетовые тексты. Я взял столбик, настроенный в столбик и заменил. Теперь я просто меняю контент. Вот. Теперь тут... А чего это оно так? А, там много текста. Ой, ё-моё. Давайте сразу. Тут есть под боком буква Т. Хоба. Все перенеслось. А, кто-то спрашивал, как мне переезд на Mac. Потрясающе. Кроме того, что я не могу, блин, теперь кавычки ставить. Кавычки, ёлочки, блин, ставить не могу. Потому что это кёрнет текст. АВ. Моё любимое. АВ. АВ. Вот. Понимаете, что делает кавычка? Она кёрнет. Кёрнет, блин. Вместо кавычки ёлочки она двигает буквы. То есть мне теперь, чтобы сделать ёлочку, надо делать её вот так вот. Потом нажимать на букву Т. Плагин вызывать, чтобы он не сделал. Прикиньте. Бесит вообще. Невероятно просто. Ну, что делать? Так. Собственно. Собственно, нам что надо? Надо вот здесь вот два разных элемента. Shift-A. Блин, слушайте, давайте, короче, сделаем вообще супер-классно. Мы вот это всё разломаем, чтобы вам не просто было на готовое. Правильно? Значит, мы вот это сделаем. Чё мы сделаем? Дубликат удалим. Вот это вообще всё. Пофиг. Разломаем вообще. Может, мы не успеем тогда до конца стрима всё заадаптивить, но зато несколько разных блоков по насыщенности мы с вами сделаем. Полезно, наверное. Значит, это мы чё? Разламываем. Правильно? Класс. Блин, тут слетело. Ладно. А, вот она есть. Класс. Значит, чего мы делаем? У нас, смотрите, просто тексты. Есть и иконка, да? По фэншую 24 на 24. Нас там все любят. Значит, нажимаем Shift-A. Иконка всегда слева, поэтому, хоп, нажали Fill-Hook. Fill-Hook. Теперь у нас вот эта штука адаптивица. Только не отступал. Так, адаптивица. Можно сделать двумя способом. Либо мы... А, иконка, погодите, она же всегда... А, нам повезло. У нас иконка хорошо стоит, то есть двигать не надо. Да, бывает такое, что иконка стоит, например, кривенько. Блин, как-то, знаете, сделаем. Так, быстренько. Хоба. Вот, бывает такое, что вот эта штука стоит, ну, где-нибудь вот тут или вот тут, не совпадает с серединой строки. И тогда приходится двигать. В данном случае повезло, поэтому ничего настраивать не надо, кроме текста. Вот. Чего нам надо? Вот это, вот это. А, там у нас тексты есть рядом. Отступ заценим. 30. Чтобы сделать таким же. Так, вот это удаляем, вот это удаляем. Контейнер не удалил. Вот, режим контуров. Вы спрашиваете, зачем? Смотрите, я все удалил, и я решил проверить, а все ли я удалил. Контейнер-то на месте. Режим контуров, хоп-хоп. Все. Вот вам еще одно применение. Кстати, это записать надо. Слушайте. Я же буду делать ролик для этого. А записать-то чем? Ручкой. Я же буду ролик делать. Тут уже столько роликов вам надо сделать. Ребята, это я называется отдыхать ушел. Значит, удалил. Удалил. А, все ли удалил. А, все ли удалил. Вот еще пометку сделал. Нашел где-то у дочки бумаженьку. Теперь у меня есть бумаженька для заметок. Так. Погнали. Тексты. Так, это еще. Тексты. Правильно? Чтобы глаз мне вот это не бесило. Тексты. Значит, чего погнали? Делаем один вниз. Вот еще лайфхак. Смотрите. Я отодвигал, и получается 21. Где-то там вот прицепилось. Видите, сверху было 21, а вот оно к нему прицепилось. А мне надо сделать 30. И вместо того, чтобы двигать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21 плюс 9, можно сделать вверх 1, а потом шифтом вниз. Получается 1 туда и 10 вниз. Тоже сэкономили чуть-чуть. Shift-A, Enter, филхок. Филхок. Слушайте, надо чат глянуть, чтобы понять, вам там вообще понятно. Забыл же фиолетовый сделать. Буби не нажал. Значит, возвращаемся обратно. Делаем буби. Только не у списка, а у txt делаем буби. Нажимаем Ctrl-D, Ctrl-D. И список сейчас поменяем. Правильно? Значит, тут мы все разменяли. Shift-A нажимаем. Нормально встало? Двигать не надо? Да, нормально. Стоит поверхняя граница. Нормально. И тут мы сделаем, это будет H. Так как тут короткие строки, то есть не будет такого, что вот оно что-то там переносит, по идее даже настраивать не надо. Но если вы хотите, можете провалиться и делать филхок. Но вот такого не будет, что у нас где-то там. Потому что строки супер короткие. Вот, значит, и теперь делаем общий Shift-A. Проваливаемся внутрь и делаем филхок. 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 Отступ какой? 59. 1. Раз, два. 50. 60 был. Был 60? 60 был, как будто они развалились. Давайте сделаем вот так. Да, так мне нравится больше. Значит, вот это и вот это мы все удаляем. Вот сюда проверяем, что ничего не осталось. И вот это настроенное с фиолетовым мы двигаем вот сюда. По какой-то там колонке поставили. А было, кстати, вот так, наверное. Вот опять режим контура. Смотрите, так сетка, как-то непонятно. А так вот понятно, потому что есть граница контейнера. А так непонятно, где контейнер, что контейнер. Вот контейнер. Вон, кстати, видно, что граница фотки. Вот так вот не видно, где граница фотки. Это надо наводить на одно, на второе. А так вы включили режим контейнер, и понятно, где граница фотки. Надо бы сделать так, чтобы вот это все было по фотке. Ну, чтобы красиво было. Правильно? Чтобы красиво. Так, давайте быстро поменяем контент. А, вот, кстати. Хоба. Приехали, называется. Так, быстро поменяем контент и чекнем чатик. Там фиолетовый это? Да. Чекнем чатик. Так, выбираем одно авто... А, кстати. Ну, ладно, да, давайте так. Хоба, Т нажмем. Хоб, все, все перенеслось. Чекаем чатик. Там автофиолет вылазит. Ну и ладно. Рестальчик будет недоволен. Недоволен будет поэтому. Делаем вот так, 386, и тут делаем по сетке. Блин, вот эта штука вылезла. Где там контейнер? Вот, видите, видно, где контейнер какой, в режиме контура. Хоба, контейнер растянем, чтобы красивше было. И чего тут тогда? Вот эту штуку сделаем вот так. Вот она, плюсик вылазит. Плюсик вылазит. Пять. Ну, ладно. Все, погнали. Красиво, красиво. Погнали. Чат чекать. Опять чат закрыл. Блин, опять не туда залез, простите. Два браузера, поэтому не туда залез. Так. Как делать адаптивный дизайн? Что открыть надо? Вот это? Стрим. Что нажать? Вот это. Так, чтобы Леша... Так, вы это, не подставляйте палку в колеса, а то сейчас засыпет вопросами, и мы тогда, ребята, с вами не поедем. Вот не спрашивают, и хорошо. Вот прям как на курсе. Я что-то рассказываю, они молчат, я прям радуюсь. Когда не спрашивают ничего. Так, там уже все разрулили, да? Там разрулили. Так, сколько вас вообще смотрит? Нет. Ничего себе. Спасибо. 178 человек прямо сейчас есть. Так много. Так, значит, погнали дальше. Вот это надо починить, да? Во-первых, все настроить. Тут же тоже все разломали. Значит, что мы делаем? Shift-A нажали. Делаем вот так вот, потом меняем местами. Вот, кстати, тот вариант, который не получился вот здесь, потому что, ну, так совпало, повезло. То тут надо бы настроить. Вот эту штуку надо опустить. Как ее можно опустить? Двумя способами. Либо обернуть во фрейм и опустить внутри фрейма, либо по кликам будет то же самое. Нажать вот сюда и опустить. А вот здесь делать отступ слева. Кому какой вариант больше нравится, тот таким и пользуется. Что-то далековато. Раз, два, три, четыре. Оп, двадцать четыре. Нормально. Значит, что мы делаем? Чтобы не настраивать то же самое, можно просто сделать Ctrl-D, Ctrl-X, Ctrl-Alt-Shift, чего-то там. И вот так вот заменить. Видите, зачем настраивать с нуля, если можно скопировать готовое и просто поменять контент? Это же быстрее, блин. И веселее. У тебя все настроено. Веселее же. Значит, это настроили. Потом, чего у нас? У нас есть вот эта штука и вот эта штука. Давайте сделаем филхук. Так, во-первых, у нас тут уже какой-то список, поэтому мы его разломаем, чтобы вы видели, как будто бы с нуля. Вот это 1, 2 мы настроили. Пхон и Пхона. Пхонс. Это мы настроили. А Пхонс это группа. А тут можно было без S. Значит, вот это и вот это. Значит, вот это мы делаем Shift-A, проваливаемся, делаем, а тут оно не тянется, поэтому можно было филхук не делать, но мы по привычке. Отступ 16 нормально? Нормально. На 4 делится. Прекрасно. Значит, вот тут делаем филхук, проваливаемся филхук. Теперь у нас текст будет переноситься в какой-то там момент. Видите, переносится. Вот. Если мы захотим тексты сблизить, взяли и сблизили, поставили или 10, или 12, и у нас теперь как будто правило ВВ в норме, что внутренний отступ меньше, чем наружный. Вот. А здесь мы сделаем не линию, а сделаем отступ по-модному. Я не помню, когда этот макет делался, а по-моему еще до того, как появились эти бордеры. Поэтому сделаем Shift-A, убираем, убираем, проваливаемся вниз, делаем... А, тут не убрал. Делаем отступ, такой не такой большой, 20, и делаем ему снизу, дивайдером снизу. Ну, получается все то же самое, только у нас линии не будет. Так, что нам надо? Нам перекрасить надо. А перекрасить это вот здесь. Хоба, грей, хоба, дивайдер. Вот. И тут мы делаем филхук. Все у нас, смотрите, настройный заголовочек. Все что-то там переносится, и линия подскакивает сама. Класс. Теперь верхнюю часть и нижнюю часть, вот это TXT, TXT и вот это H, H. Пуляем вверх, H и TXT, объединяем в Shift-A, в общий. Делаем слева, проваливаемся внутрь, провалились, нет. Проваливаемся внутрь, делаем филхук. Филхук. Вываливаемся наружу и меняем на инфо. Инфо. И нам надо добавить отступы, какие-то там, например, с BG. BG это вот это, background. И отступы раз-два, раз-два. Там было раз-два, раз-два? Нет, там было больше. И там, кстати, цвет не такой. А, там на другом фоне, поэтому искажается. Вот, цвет такой. Значит, что нам надо? Отступы надо сделать больше. 30-30. Вот этот отступ, это какой? Вот этот. Визуально нормально? Нормально. И теперь саму эту штуку надо раздраконить по сетке. Ну, чтобы было так, чтобы контент меньше, чем линия. Все, класс. Все, это, это, это. Выравниваем по верхней верхушке. Значит, тут мы можем сделать филхук и внутрь провалиться, сделать филхук, потому что они потом будут парой ходить и друг друга сдвигать. А это можно оставить в группе. Так, а оно в группе и есть. Это что? Это плюсы, плюсы, плюсы с инфо. Так, все, погнали. Куда погнали, адаптивить? Погнали, адаптивить. Значит, смотрите, у нас 4 колонки как будто бы взяли вот так, хоба. Не влез плюс. Блин. А было бы классненько, если бы он влез. То есть мы вот тут сделали, у нас как будто все хорошо, тоже, блин, не влазит. Не влазит, это плохо. Значит, значит, вот смотрите, вот это, это прям, ну, верстальчик будет недоволен, что у него там в контейнер не влезет, да и в целом. Есть как будто бы аргумент, что это минимальный размер в диапазоне, то есть от 1000 и в большую сторону. И где-то там будет нормально это все помещаться. Но зачем нам вот эти недовольства, когда это что-то на не влазит? Поэтому мы что делаем? Мы, значит, делаем общий Shift-A, уже пора. Делаем вниз, делаем Fill Hook, Fill Hook. Видите, как классно делать с адаптивами все. Блин, я софтл. Я вот там просто делаем Fill Hook. Все, смотрите, как нормально стало. Не, ну, конечно, не очень. Техническая поддержка. Тут что-то, блин, длинновато, значит, вот это можно бахнуть в одну штуку, блин, некрасиво, растянуто. Вот от этого отказались. Короче, судя по всему, рано мы к этому пришли. Давайте это оставим тут. Рано мы к этому пришли, наверное, надо... А, блин, как оставить? А, чтобы оставить с Ctrl-Z, надо вырезать, потом нажать Ctrl-Z. Ctrl-Z. Вставить. Видите? Вейфхак вам. Как сделать Ctrl-Z, но не испортив то, что ты сделал. Надо вырезать в буфере обмена. Если оно лежит в буфере обмена, ты можешь нажимать Ctrl-Z, потом просто вставить, не забудь. Так, ладно, давайте я что, попробуем здесь... Просто текст уменьшим. И все начнется помещаться. Какой там, ближайший нормальный? 48. Помещается? Помещается. Значит, смотрите, сетка у нас 20. Значит, тут как будто бы должно быть 20. Ну вот это некрасиво. Что-то оно перетекает в одно предложение. Или нормально? Да нормально. Нормально. Зато все помещается. А, у нас тут Auto-Layout уже. А, так уже Auto-Layout есть? Поэтому не двигается. Блин, Auto-Layout настраивается лишний. Ну ладно, давайте раз-два. Лишний Auto-Layout взяли и настроили. Хоба. Фил тогда. Нормально. Ну это ж минимальный размер. Правильно? То есть там будет растягиваться, будет получше. Так, некрасиво. Во-первых, текст некрасивый. Да, смотрите. Не... Вот такие стихотворения... Там заметки пишите. Пишите заметки полезные. Не делайте стихотворения. Что вот это такое? Смотрите, строка, строка. Ну, то есть в строк не помещается два слова. Это уже фейлишки, ребята. И тексты не помещаются. Значит, самый ближайший вариант, как все исправить, просто уменьшить отступы. А, только не на 10, а на 20. Вот, смотрите. И телефоны стали помещаться. И тексты стали помещаться. Когда вы делаете вот так, смотрите, вообще прекрасно стало. Когда вы делаете неразрывный пробел, опять пишите заметку. Когда вы делаете неразрывный пробел, вы же должны понимать, что вы делаете в макете, в адаптиве. То есть это не крайний макет. Верстальчики, они что делают? Они верстают или от большего к меньшему, или от меньшего к большему. Но они начинают с... Супер. Большая вероятность, что начнут брать контент или в большом макете, или в маленьком. В зависимости от того, в какую сторону они ходят. Вот. А значит, они возьмут вот этот макет. Ну, смотрите. Мы вот это заадаптивили. Здесь вставили неразрывный пробел. Кстати, вот тут его до сих пор еще нет. То есть если вот это мы будем настраивать, его там не будет. Если мы тут вставили, и потом пойдем вот туда-туда-туда, и человек начнет с мобилки верстать, у него будет неразрывный пробел. А если верстальчик будет верстать отсюда, у него тут нет неразрывного пробела. Понимаете? Поэтому, когда вы вставляете неразрывный пробел, надо вставить по-хорошему во все разрешения, а по нехорошему, как минимум, в крайне. Чтобы потом на сайте было то, что вы хотели. А то иначе. Вот это, кстати, можно было бы, по-хому перенести. И оно тогда и здесь перенесется. Понимаете, что мы делаем? Вот, стало нормально. Стало нормально. Точка, кстати, бесит. Дайте 5. Если у вас бесит точка, дайте 5. Тише. Так. Все. Есть контакт. 81. Тише. Тише. Чего он сразу не сделал фил. Тогда бы тут не пришлось сейчас нажимать фил. Но когда мы делаем фил у двух элементов, один элемент и второй, они заполняют собой одинаковое пространство. Понимаете? Классно, что вы все понимаете. Поэтому там мы не сделали, а тут сделали. Внутри слишком много, поэтому, а визуально много, да? Но текст нормально переносится. Надо вот это раздвинуть. Чтобы не было ощущения, что у нас вот это к этому относится. Ну вот, нормально, нормально. Так, тут надо навести порядок. Тут надо как-то сделать модно. Модно сделать можно вот эти длинные сосиски. Мне не нравится, когда вот так. Просто меняем вот так. Стало получше, правильно? Стало получше, но покривше. Потому что там не стыкуется. Нормально вот так оставлять или нет? Не стесняйтесь. Да на самом деле можно и так оставить. Ну, то есть было бы классно с точки зрения дизайна, если бы у нас, например, заголовок был вот здесь, а контент был вот здесь. Ну, давайте так сделаем. А что нам надо? Нам надо снова вернуть вот так, и надо вот это зафилить, а вот это сделать меньше. Вот. Сейчас мы поймем только, стало ли лучше. Стало ли лучше, блин. Непонятно. Так, этот отступ нам не надо, нам надо вот это. Хоба. И здесь делать фил. Техническая поддержка, контент. Да, блин, ну что так тоже, тоже не особо ровно. Когда есть какая-то колонка контента, она опера... А, так тут можно было не переносить. Вот так ставить. А, так погодите, можно фил-фил бахнуть. Фил-фил. Во, стало ровнее. Или нет? Или шляпа? Шляпа стала, слушайте, меня бесит. Бесит вообще. А там где-нибудь сейчас болт слетит, поэтому приходится букву Т нажимать вот так. Так. Так, значит, смотрите, тут опять субъективщина. И вот это как будто бы нормально, потому что блок помещается в экране, даже занимает половину там экрана. И вот это нормально. И вот это нормально. Что нормально? Вот этот вариант нормальный, когда у нас было снизу 20, и оно было снизу, и было хуже. Тише. Вот. Тут опять, смотрите, и только мне пустота не нравится, поэтому сделаем вот так. Во. И учитывая, что у нас тут нет отступа внутри, 12, а должен быть отступ такой же, как вот, а сколько там? А там сколько? А там 40. Нет, 20. Правильно. Значит, тут, ну, чтобы колонка совпала. Во, колонка совпадает. И вот, смотрите, давайте мы сделаем... О, давайте модно сделаем. Давайте голосование проведем. Какой вам вариант нравится больше? Вот этот номер 1. Ну, видите, они место занимают одинаково. Как будто бы. А вот это номер 2. Ну-ка, напишите 1 или 2. Я пока чат чекну. Вот. Чтобы вам было чем заняться, пока я чат читаю. Хотелось спросить, как ты делаешь быстро одинаковые отступы между блоками? В самом конце... Ну, сразу, вот, видишь, мы что-то тут двигали... А, тут еще не двигали. Вот тут мы уже поставили. Вот я сразу сделал 60. Сейчас тут все настрою, тоже сделаю 60. Или вот. Раз, два, три, четыре. А, четыре. Хоп, 60. Ну, вот сделаю 60. Ну, я себе запомнил, что 60-60, потом, например, не знаю, там, 50-50 или там 40-40. Посмотрим. Так, вы там голосуете. Значит, смотрите, вот такая штука, это она не влияет, по большому счету, ни на скорость работы верстальщика, потому что, что одна верстальщика, вторая, ну, по большому счету, из одного вот этого, что тут, что так, оно не влияет ни на скорость загрузки сайта, оно не влияет ни на деньги дизайнера, ни на что не влияет. Это просто вот субъективщина. То есть, бывают такие элементы, где, ну, как вам больше нравится, так вы и делаете. Вот вы сделали так, оно так и будет. Сделали так, оно так и будет. Но смотрите, вы должны помнить, что это минимальный размер в диапазоне. То есть, вот эта колбаса, она будет шириста, она не будет меньше. То есть, если меньше, это у нас будет грузиться следующий макет. Если мы делаем меньше, у нас грузится вот этот макет. А больше, то, пожалуйста, сосиска будет еще больше. Кому как нравится. Сейчас посмотрим. Так, чувство придется делить этот стрим на два стрима. Потому что позавтракать бы сходить. Что-нибудь тут сантехник в 11 приехал, только уехал, блин, за 20 минут до стрима. Сантехник. Значит, не позавтракал. Ура, сантехник. Так, а если попробую 50, 50, 30, 70. Слушайте, я могу вам файлик оставить этот. Классный план. Или давайте как в прошлый раз. Значит, смотрите, мы сделаем два стрима, а потом во втором стриме я вам оставлю файл на оригинал. И вы, смотря первый и второй стрим, можете попрактиковаться. Я тут поменял логотип на другой, поменял телефоны. То есть, как будто бы заказчик не будет против, что там у НП я его поменял. Вроде я все поменял, что он хотел. Мэйл и поменял. То есть, по идее, я могу вам оставить этот макет. Правильно? Правильно. Вот и вы попрактикуетесь. Ладно, не будем тянуть время. Видите, вы разошлись мнения, и это хорошо на самом деле. Потому что дизайнера должно быть свое мнение, а не так, как кто-то сказал. То есть, как кто-то сказал, это что-то в техническом плане. А визуально, как вам нравится, вы же дизайнер, блин, вам же деньги платят за то, что вы дизайнер. Молодой человек, вы же дизайнер. Так вот и делайте дизайн. Короче, мне, знаете, как нравится. Учитывая, что у нас тут две колонки, две колонки, и что-то вот две колонки, две колонки, и вот так оставим. Ну, чтобы оно было, потому что две колонки, две колонки, когда тут одна, ну, как-то вот композиционно мне так нравится больше. Учитывая, что оно будет тянуться, как будто бы есть аргумент, так не делать. Но, учитывая, что здесь две колонки, делать снова две колонки, мы еще не помним, что у нас там потом. А там тоже потом, смотрите, колонки, колонки еще, и скорее всего, тут тоже опять будет две колонки. Да, там будет прям вообще фу-фу-фу-фу. Поэтому делать тут тоже две колонки, ну, не очень. Вот когда так, то вот все. Классный аргумент. Оставить вот так. Все, погнали дальше. Смотрите, пока еще нигде никакие размеры мы не уменьшали, и что мы делаем? Вот тут вообще, видите, просто кармашка открываете, и вам денежку за адаптив прыгают. Потому что вы автолаяут настроили, а потом вот эти вот ребята, у которых фиолетовая аллергия, которые не знают, что такое автолаяут, выговорить не могут, и потом записывают ролики, блин. И как вот они адаптивить будут? Сидя, что-то двигают, двигают, просто сжал, и все готово. Прикиньте. Вот, а тут что? Мы просто берем вниз нажимаем, и тоже все готово, кроме отступа. Сейчас мы подтюним отступы. Значит, во-первых, внутренний отступ должен быть больше, чем, ну, вот этот, он внутренний в блоке, а для этих ребят он внешний, поэтому делаем 40, как и здесь, правильно? А, тут 50 был. Значит, общий, в принципе, можно вообще контейнер разломать. Вот сюда можно вставить. Видите, что было? У нас был один контейнер и второй контейнер. Вот так вот было. Тумаги рук вы не заметите, как вас нагурили. Вот, был такой контейнер, в котором тоже было два элемента. И вот тут было 50. А у них было 40. И я сделал, сколько сделал? 50-50. И так как тут стало так же, как здесь, и нас это устраивает, у нас будет три элемента, которые, ну, визуально как будто бы самостоятельны. Вот, блочок, 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 они как будто бы самостоятельны для одного какого-то там внешнего блока. Поэтому я бы сделал общий автовая, вот, собственно, я его сделал. Да, кто-то скажет, что вот тут у тебя тексты, это тексты, как будто бы это одно целое, а это уже другая сущность. И что? Ну, запросто может быть такое, что тут 40-40, 50-50, 60-60. Запросто такое может быть, даже учитывая, что сущности разные. Зато чем меньше контейнеров, тем лучше, правильно? Это чего у нас? Это 150. Это что? Это 12. Вот, и мы теперь ориентируемся, где что. Так, все готово, ребята, смотрите. А, нет, не все готово. Тут слишком много, поэтому можем сделать 20. И тут можем сделать... Видите, нам не нужен мастер. Вот там компонент-клонер уже в платочек беленький уже машет нам, потому что нам не нужен мастер, чтобы подвинуть. Раньше приходилось что делать? Вот у нас было вот так. Вот так было. И надо было сделать... А, это не компонент. Ну, блин, да, не компонент подвинули бы вручную. Но если бы мы вот это закомпонентили, мы бы не смогли подвинуть внутри. Потому что мастер пришлось бы ломать. Делать новый мастер с его копией. Мы бы сделали мастера его копию. И вот остался мастер копия 30, а здесь бы сделали 20, и тут бы сделали 20. И получается, что вот этот потрясающий, офигенный флагин компонент-клонер остался просто неудел. Я его вообще не запускаю больше, потому что автолая магию творит. Смотрите, 20, 20. Все. Вот это надо уменьшать, как вы думаете? Наверное, да, чтобы понятно было, что это не... У нас получились частушки, которые как будто бы сами не связаны между собой. Вы видите? Одна, вторая, третья, четвертая. А надо, чтобы было понятно, что это заголовок от этой штуки. Поэтому тут тоже уменьшаем. Только делаем мне 20, хотя и 20 нормально. Давайте 30. Или 20. Наверное, 20 все-таки нормально. 20, 20. 20, 20, 20. Всего, а тут само все стало. Смотрите, какая красота. Класс. И все, и последнее. Значит, это что? Это какой там блок? Второй. 2+. Это 2+. Это... Отдай. Это 2+. А, это... Почему это 4? А, я блоки местами менял или что? Что-то непонятно. Да, что-то я там менял местами. Наверное, вот так вот было. Ну и ладно. И смотрите фокусы. Смотрите фокусы. Смотрите фокусы. С одной стороны. У нас как будто бы все помещается. Ну, кроме телефона. Да? Как будто бы все помещается. Значит, телефоны мы раздракониваем обратно вниз. И все готово, представьте. Вот. Вот этого макета нету у верстальчика. И значит, что у него на 480-м, если вот этого макета нет, у него бы телефоны были вот так. То есть верстальчик не знает, что в этот момент... Вот вам живой пример, где верстальчик не знает, что вот от этой пустоты надо избавляться. У него нет макета. И в итоге на сайте будет тут пустота. Вот. Но это такой пример, где еще нормально. Тут могло же быть вообще что-нибудь вот такое, где на том макете в одну колонку нормально. А здесь реально надо делать две колонки. Например, товары. Блин, ну два товара. Это же в два раза круче, чем один, кричит заказчик. Потому что у него два товара продаются, а не один. Понимаете? А макетов нету. И вот эти ребята, которые вам делают 320, и говорят, смотрите, мы делаем адаптивы. Пусть подписывают ролик. Мы делаем мобильную версию. Потому что это мобильная версия. Нет, какие-то адаптивы. Значит, смотрите. Тут мы ничего не уменьшали. Но у нас проблема нарисовалась. Смотрите, вот это прямо орет на фоне этого. Хотя еще и нормально. Вот это уже перебивает вообще все. Ну, потерялся вот этот вздыхлик. Поэтому, помните, мы хотели 32. Попробую. 32 на фоне вот этих цифр прекрасно смотрится. Значит, 32 все-таки оставляем. Пока оставляем. Так вот, у нас и стихотворение намечается. Очень мало слов помещается. Поэтому вот эти тексты я бы уже начинал уменьшать. Вот, стало лучше. Контрастик появился. Стало хорошо. И вот это тогда. Вот, видите, тут вот не влезло. Вот это... А, у нас там неразрывный пробел был. Поэтому не влезло. А вот если сделаем так, все поместится. Видите, какая классная штука. Вот. И опять снова возвращаемся к тому, что если у нас нет этого макета, то верстальчик не в курсе, что надо увеличивать тексты. Он не знает. И значит, когда он делает 480, у него тоже все будет мелко. А чего у него мелко? Зачем ему мелко, если тут уже и 17 нормально, понимаете? Что это плюсы какие-то выжили? Так, что нам надо? Нам надо вернуть наше. А наше это что? Блин, ребята, что наше? 17, 17, 15. А вот тут было в две строки. Вот так было. Вот. Теперь вы понимаете, почему надо делать нормальное количество, адекватное человеческое количество адаптивов, а не просто вот эту вот сосиску рядом с макетом. Вот сделали сосиску. Я сделал адаптивы. Там все идут рядом, смеются просто. Адаптивы вот сделали. Так, блок сделали. Сделали. Так, отступы смотрим. 97. Вниз. Раз, два, три, четыре. Смотрим 60. А, что-то не сработало. Раз, два, три. 10. Тут тоже 60, 60, 60. И смотрим нормально. Нормально. Потрясающе. Вот только кнопка не по центру. А как сделать ее по центру? Че она не по центру? А, потому что она в контейнере, который не по... А че контейнер не по центру? А потому что слетел куда-то контейнер. Во. Теперь-то все окей. 20-20. Проверили. Там, кстати, че у нас в режиме контур. Вот, смотрите, как четенько все. Понятно вам? Вам же понятно, как мы делаем адаптивы? Возможно, для кого-то из вас, ну, прям очень быстро замедлить можно. Слушайте, мне иногда прилетает, что пишут стримы, ой, не стримы, это курсы под роликами. Если взять те, кому нравится, как я рассказываю, с какой скоростью, и те, кому не нравится, то приблизительно каждый, наверное, 20-й пишет, что ничего не понятно, очень быстро. Мы же новички, что ты там такой профессионал. И кому-то вообще... А 19 человек довольны, потому что, говорит, вообще супербыстро, ну, не супербыстро, а супер, что быстро, вот. И они довольны. Поэтому, возможно, для кого-то из тех, кто смотрит стримы, ну, быстровато, ребята. Ну, во-первых, уже не первый ролик про автолайяут, вот, поэтому, если вы только подписались, и вы новичок, ну, терпите, что я могу сказать, терпите. Вот, во-вторых, ну, пытайтесь тоже быстро работать, ведь это круто, быстро работать. Можно сделать три проекта, пока кто-то делает два или один, можно в три раза больше денег зарабатывать, представляете? Поэтому старайтесь работать быстро. Когда вы смотрите, как кто-то быстро работает, вы сами становитесь... Ну, когда вы ориентируетесь на кого-то, можете на меня ориентироваться, то тоже становитесь лучше, понимаете? Поэтому хватит ныть, ребята. Хватит ныть. Не нойте, терпите, вот. А вообще, посмотрите, я, слушайте, я вот уже вторую неделю пытаюсь делать... Вон, видите, channel map, channel map. Как-то это все организовать, чтобы вам стало понятно, в какой последовательности какие-то ролики смотреть. Я точно доделаю, может, даже в конце этой недели. Нормальных примеров найти не могу, поэтому приходится самому понять в какой-то... А еще я не могу определиться в фигме делать, как будто бы точно надо. Если бы я делал в Мира, там можно делать классные вот эти плавные стрелочки, которые сами себя дорисовывают, когда появляется новый ролик. Но если у нас канал про фигму, ну, грубо говоря, как будто бы про фигму, вот, ну, основная часть контента про фигму, то хочется сделать в фигме. И вот тут появляются вопросы, потому что неудобненько как-то это все реализовать. Стрелочки там какие-то корявые. Ну, в смысле, стрелки, они, ну, вот такие, они не могут быть плавными вот такими. Не могут же, да? Они же не могут быть такими плавными. Могут. Не, ну, это линия. Ну, это просто линия. Да, они не могут... Вот в Мира можно сделать. Поэтому я пока не могу даже определиться, хочу я фигму или вот эту, печеньку. Вот. Ну, скорее всего, фигму. Хотя я не могу. Ну, я постараюсь побыстрее доделать. Там уже надо новые ролики вам записывать. Ну, мне надо вам записывать новые ролики. Отдохнуть бы. Но надо ролики записывать. А без вот этой штуки... То есть там уже на автовая вот столько насобиралось. Где? А практика... А, вот здесь уже второй ролик, кстати, вышел. То есть вот видите, вот кто там терпит. Терпите. Вот эти ролики посмотрите, и вы будете понимать, что у нас на стриме происходит. Так что терпите. Не пишите гневные комментарии. Я ничего не понимаю. Пойду на другой канал. Вы лучше это старайтесь сами быстрее работать. Понятно вам? Так. Часто спрашивают под роликом про вот этот макет. А где? Чего сайт? Нет, это может второй год идет. А потому что вот мы все делаем. Вот видите, иконки делаем. Кстати, про иконки тоже. Там такой офигенный плагин есть. Блин, столько вам надо всего записать. Ребята. Когда, блин? Когда? Так. Все, блок сделали. Идем читать ваши эти вопросы. А где вопрос? Вот. Так. Вопросов нет. Классно. А, ты новичок, и тебе понятно, что происходит? Ну, классно. Супер. А напишите единичку, кто пришел первый раз к нам на стрим. Ой, только не так. Вот так. Просто напишите единичку, кто первый раз на стриме. А мы пойдем смотреть, что мы еще хотим поадаптивить. Что мы хотим? Во, а, блин, футер. Там еще что-то адаптивить в этом футере-то, блин. Хотя там потом можно сделать гаммы, аккордеоны. Давайте вот этот блок, потому что тут тоже как будто бы автовойяут. Блин, уже скоро заканчивать. Выбирайте, какой блок. Давайте еще один блок за адаптивен. Тут тоже практически вот это давайте. Там будет автоматом делаться. А тут, кстати, что у нас тут? Аж. Какой блок хотите? Ребята, пишите, какой блок. Пишите, какой блок. Там аккордеоны. Да, давайте аккордеоны сделаем с нуля. Правильно? Значит, во-первых, убираем все вот эти ховеры. Потому что какие ховеры на девайсах? О чем, ребята? Кстати, надо было не так сделать. А, это же не мастер. Не мастер-то. Почему, блин, не мастер? А, потому что вылетит мастер из мастера. Вылетит мастер из мастера, да? Ну ладно, вылетит. Ну, по-хорошему надо было буби нажать. А потом вот это вставить сюда. Блин. Хоба. Хоба. Хоба, хоба. А, так-то не влезло, блин. Ну ладно, не хочет внутрь. А тогда мы можем в мастере бахнуть. Блин, ладно, не хочу тратить время на этом мастер. Потому что потратим 3 минуты. Лучше 3 минуты на что-нибудь полезное потратить. Ну я к тому, что убираем. В смысле, я бы мог просто в общем. Блин, хочу вам объяснить, что хотел. Если бы было... Значит, смотрите, если у нас вот так вот. Вот так вот. И мы делаем мастер, да? Нажимаем буби. Вот. И мы делаем потом... Перекрашиваем. Нам надо скинуть. То есть надо было скинуть... А, потому что здесь так. Вот надо было сделать вот это белым. А здесь вот мы показали красным, например, ховер. То нам надо не перекрашивать, потому что... А скинуть по фуншу. И надо было привязаться обратно. То есть смотрите, мы... А, так... Погодите. А, ну так и работает. Затупило. И, короче... Просто можно перекрасить в белый. И там будет белый, 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 белый. Нормально. Можно не отвязываться. Да, белый. Видите, мы привязали стиль. И все нормально. Эта штука съела то, что мы ее хотели. Короче, затупило и минуту вашу забрал. Ну и ладно. Значит, погнали. Там время сэкономило, поэтому тут можно было минуту забрать. Чего у нас? Сколько у нас тут, блин? Непонятно. Давайте вот с этого начнем. Потому что тянется не пойми куда. Значит, чего мы делаем? Вот так вот. Делаем вот так вот. И что, ставим? А что там? Еще что-то есть? А там фингер. Так, фингер на мне... Чего оно так? Линкс. Одно, второе, третье. Что происходит? А, линия. А, линия. Еще гидрить, колонтить. Так. Вот. Теперь все нормально. Хоба. 20 поставили. 80. Там у нас было 60. Поэтому тоже делаем 60. Значит, смотрите. Меняем сеточку. Вываливаемся на верхний уровень. И меняем просто на 3. Хоп. Три колонки. Классно. И мы знаем, куда чего ставить. Хоп-хоп. Ну, это было прям easy. Easy было. Вот этот адаптив. Вот этот адаптив был easy. Тут, смотрите. Вы сами хозяин-барин. Как вы поставите? Ну, напрашивается. Либо вот так. Белкарт не влазит. Либо вот так. И там будет тогда одно предложение. Видите? Оно сливается в одно предложение. Ну, некрасиво. Наляписто. Можно, конечно, бахнуть и опять сделать две колонки. Значит, вываливаемся. Вываливаемся на уровень выше. Делаем, ну, там, или четыре-две колонки. И просто ставим по две колонки. Ну, оно криво. Кривенько. Кривенько. Видите? Хотя, может, и нормально. Еще непонятно, что у нас тут. Как у нас там блок. А там такая карта будет. Вот. И опять тут хозяин-барин. Хотите, вот так оставляете. Тут главное вот эти размеры подтюнить. Эй. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас. Вот. Вот эти размеры подтюнить. 96. Раз, два, три, четыре. Кстати, это можно уже оборачивать в автолайот. Кстати, да. Значит, давайте мы тогда так и сделаем. Обернем вот это в автолайот. Вот это у нас будет. Shift-A, Shift-A. Links будут ссылками. Только вот такими. Горизонтор. А-а-а. Вот они какие. Блин, насранцы. Ну ладно. Лучше сейчас настроим, чтобы потом в конце кайфануть. У нас линия. Видите, что происходит с линией? Так, запоминаем. Она черная в один пиксель. Все. Линия одна. Значит, тут мы делаем слева. Отступы снаружи у нас 20 раз-два. Вот наши три колонки, да? Три колонки. И снизу надо добавить дивайдер. Различный, пять, шесть. Шесть черного цвета. Снизу. Снизу черного цвета. Можно к стильку привязаться. А, так вот почему черный. Понятно. Почему черный. Так, это мы сделали. Это у нас автолоял. Теперь линия нам не будет палки в колеса вставлять. Так, надо же провалиться было и фил сделать. Фил хук. Во, теперь-то стало нормально. Теперь-то стало хорошо. Значит, тут мы тогда что делаем? Тоже делаем шифт А. Правильно? А чего оно так? Потому что надо вот это сначала, шифт А. А потом вот это все вместе, шифт А. И тогда будет нормальный шифт А. Не развалится. И что у нас? Вот это будет копии ригахта. Вот это будет линкс. Оно так и есть. Значит, линкс идут наверх. И все вместе делаем общий автолоялт. Забираем стиль. У нас есть прямоугольник. Он нам не нужен. Мы просто делаем Ctrl-Alt-C. Забрали стиль этого прямоугольника. Удалили его. К футуру добавили автолоялт. И Ctrl-Alt-C. Чего там нажимаем? Ctrl-Alt-Shift-V. Вставили стиль этого прямоугольника. По большому счету, можно просто добавить. Ну, зато как круто звучало, да? Значит, по бокам у нас 20. Правильно? С одной стороны 20, и с другой 20. А чего? Почему такая же? А почему такая ширина? В какой-то момент от тысячи. Прикиньте, блин, я здесь настраивал, настраивал. А там-то ты, блин, не ты еще уже. Там-то не ты еще. Какой фейлищ, Чен. В какой-то момент что-то там, блин, сейчас поднастроить надо. Поднастроить на ковер. Так, это на месте, это на месте. А я думаю, что за шляпа? Так, вот это мы уменьшали, да? Это уменьшали. Уменьшали. Проверяем на калькулятор. Обращайте вот этим калькулятором. Очень удобно. То есть, смотрите, не надо приближать, чтобы понять, все ли у вас ровно. Это тоже лайфхак. Зачем приближать сюда и смотреть, если вы можете просто вот сюда глянуть. И если тут круглые, красивые числа, 960, 20 и 20, ну, 21 стороны, 22, значит, все четенько. Вот же фейлищ, ребята. А у нас теперь-то оно не помещается. Теперь-то оно, блин, не помещается. Теперь это не помещается. Тогда мы идем вот сюда и вот это уменьшаем. С этой стороны. А, блин. Обхитрить хотел. Тогда мы его так делаем. И сейчас мы обхитрим. Блин. Блин. Ладно, тогда что мы делаем? Какой ширины? 282, тогда мы тут фикс-то ставим. И возвращаемся обратно, чтобы вот та штука была фиксированная, а вот это было фио. Наконец-то я настроил эту штуку. Все, смотрите, оно же не помещается. Так, там внутри фио надо. Или нормально? Или, кстати, так и было? А, кстати, так и было, наверное. В какой-то момент растянул. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, класс 60. Все нормально. Так вот. В чем прикол? Я смотрю вот на эту штуку, и потом смотрю сюда. И тут вот было, по-моему, там 0. Я не понимаю, где 1000? Вот, видите, этот калькулятор, он еще офигенен проверять, все ли у вас идет по плану. Так что обращайте внимание. Вот как должно быть. 1000. И теперь все стало хорошо. Если внутри будет филхук. Филхук, все. И внешние отступы с двух сторон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, шестьдесят, шестьдесят, шестьдесят. Все, классно, футер сделали. И теперь смотрите, когда у нас есть классный футер. Классный, настроенный через автовый аутфутер. Кидаем его вниз, потому что это нижний блок. И вот это вот, это субъективщина. Кому-то нравится, когда вот эта штука начнется вот отсюда. Кому-то нравится, чтобы вот тут, ну тогда тут дырка будет. Тут уже как сами захотите. В данном случае, наверное, чтобы не было вот такого идиотизма. Вот такого, да, чтобы не было вот этой дырки. А это, кстати, если мы вот это растянем. В принципе, что у нас будет? Давайте, не знаю, сколько. Поставим 40 и посмотрим, что можно сделать. Ну, я не знаю. Ну, как будто бы вот так нормально. В общем, я хотел вам показать такой прикол, что иногда вы делая... Давайте представим, что вот это нас устраивает. Я вам хочу один прикол показать. Представим, что вот такой вариант нас устраивает. Классный прикол, сейчас покажу. Значит, что нам надо? Нам надо сделать, во-первых, чтобы автолаял был сверху, чтобы это приподнять. Обнять, приподнять текст. Значит, тогда уже можно и 20. Да, значит, смотрите, в чем прикол. Нам... Так, сетку включим. А, сетка надо вывалиться наружу и сделать тройную сетку. Тройную сетку. Вот, надо отодвинуть вот это, поставить по сетке. Вот здесь. А что это там? Что это за отступ такой некрасивый? Где-то что-то... Нам это портит настроение. Что там портит настроение? Что это за шляпа? Вот для чего нужен режим контур, чтобы понять, что что-то не то. Смотрите, там какая-то хрень сидит. Сидит какая-то хрень, надо ее найти. А, вот эта хрень, во-первых. Во-вторых, вот хрень. Все, убрали хрень. Хрени больше нету. Вот режим контур, видите, как классно пользуется. Какая-то хрень сидела, а мы даже не знали, что она сидит у нас. Вот, сходили к врачу, и все хорошо. Значит, смотрите. Кстати, слушайте, нормально, смотрите. Ну, в плане того, что вот эта сосиска можно было бы и поменьше. Нет, тогда... Смотрите, у нас там абзаца не было. А без абзаца у нас там строки будут выглядеть, как будто мы их порвали. Скачал где-то текст. Скачал где-то текст, а он-то порванный. Вот, теперь будет нормально. Скачал текст с какого-то сайта. А там, блин, ребята, сверстали порванный текст. Вот, прикиньте, я вставил текст и даже не просек, что он порванный. Значит, смотрите, хотел вам что показать. Вот так вот визуально мне нравится. Мне не нравится, что было, в общем, классно, когда взгляд за что-то цепляется, и столбик, и верстать проще, если колонка получается, и верстать проще, когда вы еще визуально все там ровненько видите, как у вас на режиме контура тут все хорошо получается. Но у нас не помещаются вот эти ребята. И я вам расскажу один супер офигенный лайфхак. Если у вас что-то не получается на ближайшем разрешении, вот вы делаете тысячу, например, и понимаете, что было бы офигенно сделать вот так. Ну, то есть надо чуть-чуть уменьшить. Ну, на сколько-то там процентов сделать меньше. Вот визуально что-то изменилось. Ну, кроме того, что стало хорошо. Я имею в виду, вот эти логотипы были вот такого размера. Сейчас логотипы, кстати, тут откернить бы. Отступы одинаковые за счет вот этой дырки. Мне кажется, что отступ большой. Вот опять режим контура. Мы увидели, что отступы все-таки одинаковые, что дизайнер не козел. Вот. И не подставляет верстальчика, потому что все будут думать, что верстальчик пьяный идиотина. А оказывается, все нормально. Вот, значит, смотрите. Вот есть размер вот этих иконок. Вот такой. А если мы размером... Блин, давайте, знаете, что? Вот так вот бахнет. Вот. И здесь. Вот сюда провалимся. Нажмем букву К модную. Вот так вот. Хоба. Вот. Вот визуально что-то изменилось. Ну, кроме того, что поместилось. Вот визуально. Один же хрен, ребята. Ну, абсолютно. Нам вообще фиолетово. И нам, и всем, кто на сайт придет, все увидят эти логотипы, если им надо рассмотреть абсолютно фиолетово. То, что вот такой размер, что вот такой, ни на что не влияет. Ни на какую-нибудь конверсию, ни на продажу каких-то там товаров, которые на складе пылятся, ни на что. Ни на строение... На настроение верстальчика, кстати, влияет. Значит, смотрите. Если вы делали вот так, а потом решили вот так, то у вас появляется медиазапрос. То есть верстальчику надо объяснить этим иконкам, что они должны помещаться в контейнере. То есть написать код, что вы должны помещаться. Но мы можем, смотрите, что делать. Можем забрать вот эти иконки и вставить вот сюда. Заменить вот эти иконки. Что-то изменилось? Да ни хрена, ребята, не изменилось. Абсолютно все то же самое. Мы даже, ну, нам даже не надо идти на переговоры с совестью, чтобы показать верстальчику. Мол, смотри, иконки уменьшили на 2%. И объясняют, что стало лучше. Нахрена его дергать, во-первых, тратить свое время, его время. Вообще, это ни на что не влияет. У нас согласовали макет, но согласовали вот такой макет. Мы сделаем вот так, вообще ни на что не влияет. Но зато у нас вот это сразу поместится вот здесь. Прикиньте, как будет рад верстальчик. Самый прикол, что верстальчик рад не будет. Он просто не узнает, что оно могло быть по-другому. Он даже не в курсе. Он даже не будет предполагать, что здесь как будто бы могло быть хуже. Прикиньте, он даже не будет сдать. Потому что он такой оп-оп и пойдет дальше. Вот, видите, то есть в чем вообще вся идея? В чем этот прикол? Что когда вы делаете что-то в адаптивах, вы задумаетесь, возможно, есть смысл вот то, что вы сделали, исправить там, на компах, на утвержденных. И хрень с ним на утвержденных компах. Просто взяли и исправили. И все же довольны, абсолютно все. Вы довольны, что у вас тут все поместилось. Верстальчик там писается в тряпочку. Заказчику тоже как бы вообще фиолетов. Понимаете? Взяли и уменьшили. Ни на что вообще, абсолютно ни на что не повлияло. Зато все довольны. Классно? Классно. Так. Что там? Вопросов нету. Можно ли менять кнопку? Так. Можно ли менять кнопку в адаптивах? Допустим, просто с подчеркиванием. Так. Кнопка с подчеркиванием. Это не кнопка. Это не... Это большая вонючая куча. Что за кнопка с подчеркиванием? Это как-то ссылка. Ссылка. Кнопка. Это не ссылка. Ну, это как мальчика-девочка. Ну, при чем тут? Кнопка с подчеркиванием. Это уже фейл. Прямо вот у тебя прям звучит фейл. В телефоне оно не очень кликабельно. Можно ли... Обводка. Ну, текст в обводке. Со всех сторон. Это кнопка. Контурная кнопка. Текст. Это не кнопка. В чем вообще вся эта история? Это как радиокнопки и чекбоксы. Чтобы вы не путали их. Потому что у них абсолютно разное поведение. Вот. Что радиокнопка, она желтая. Круглая. Вот. И она одна. Почему вообще радио? Почему она вообще должна быть круглая? Это же пошло из радио. Почему радио называется? Вот раньше вот эти в ретро время, когда ездили все в кабриолете по Техасу, слушали радио. Вот это вот. Там же, чтобы радио переключить, надо было достать штекер. Штекер круглый. Достать штекер. Мы достаем штекер и включаем в другую дырку. И только после того, как мы включили в другую дырку, радио работает. Когда мы штекер достали, звука нет. Радио не в курсе, что мы хотим. Потому что провод высунут. Кабель. Провод, кабель. Сейчас мы их будем прилететь снова. Никак не запомню. Короче, достали, не работает. Поэтому радио кнопка, она всегда должна быть. Ну, то есть, пустая радио кнопка, она не бывает. Но это вот из физического мира пошло. Пустая радио кнопка, это большая вонючая куча. Пусть и круглая, но вонючая куча. Поэтому радио кнопка всегда нажата. А чекбокс, он может быть пустым. У нас нет выбора. Вот, например, я согласен с политикой обработки и персональных данных под формой. Чекбокс, он изначально пустой. Я не согласен. Нажал, я согласен. То есть, мы можем делать. То есть, это разные ребята. Вот приблизительно такая же история у кнопок и ссылок. Потому что кнопка это глагол. Вы видите, какая разница? Глагол. Скачать, купить, зарегистрироваться. Глагол, призыв к действию. А ссылка контакты. Никто с ним говорит за контакт вся. Ну, это уже какая-то ссылка. Контакты. Или там отзывы. Это мы понимаем. Мы перейдем на страницу отзывов. Это не глагол. Понимаете разницу? Вот не надо путать. Поэтому подчеркивание. Это прям фейлище. Ну, что это за эта ссылка? Значит, разрулили это. А то, блин, я на вопрос-то не ответил. Как обычно. Пойдешь за другим ответом. А вопрос-то я не ответил. А, ответил. Ответил. Можно менять? Ну, в смысле, подожди. Кнопка с подчеркиванием? Не мой. Ну, и... Во-первых, у тебя сразу... Вот этот пример хорошо подойдет. Если ты понимаешь, что у тебя... Представим, у тебя была кнопка с подчеркиванием. И ты потом понимаешь, что, блин, клево сделать кнопку нормальную, контурную. Так ты возьми, скопируй сюда. Да, чтобы у тебя сразу была нормальная кнопка. Абсолютно вот это сюда подходит. И не делайте из кнопки ссылку. И наоборот. Глагол. Призык к действию. Значит, погнали. Футер делать. Хоба. Хоба. Смотрите, уменьшаем. А, тут-то не филиться. Ну, ладно. Ну, ладно. Мы тут хоба вниз. И все. И все хорошо. Значит, смотрите. Тут не помещается. Потому что мы забыли там. Забыли там филхук сделать. Видите. Недонастроил я в адаптивах. Сейчас бы в адаптиве были. Мы бы в одном месте филхук сделали. И все было хорошо. Переносится нормально. Вы всегда должны помнить. Смотрите. Если у вас... Вот вы спрашиваете себя. Нормально оно? И в ответ у вас изо рта вылетает. Ну, как-то непонятно. То вы должны вспоминать, что это минимальный размер. То есть это не на всех девайсах будет. На многих девайсах будет лучше. Потому что это минимальный макет в диапазоне. А диапазон, он же шире. И значит, где-то футер будет вот таким. Видите. Перепрыгнуло. Где-то будет... Ну, таким, наверное, не будет. Это уже тысячный макет будет. Ну, тут такие вот буквы. Были бы буквы другие, было бы, возможно, перепрыгнуло пораньше. То есть вы всегда должны еще помнить, что это минимальный размер. Что есть куча девайсов из этого диапазона с этим же макетом. Но просто они шире. И у них будет настроение лучше. Вот. Если у вас вот это настроение вот такое... Да нормально, кстати. Иногда можно бахнуть вот так. Вот видите, дырка. Автолаялта нету. Можно просто, смотрите, и дырка пропала. Линия осталась, а дырки нет. Классно. Еще один вейхак вам. Но вы должны тогда везде менять. А не так, что тут такой порядок. Там-то я смотрел недавно ролик, там один парень... А у него вообще одно разрешение было. Период менять местами. Порядок-то лучше сохранить. Не то, что лучше. Но лучше. Порядок лучше сохранить. Поэтому, если у нас... И опять, смотрите. Каталог покупателя. Ну, мы как будто бы идем по F-паттерну слева направо. Да? Тем более у нас вот тут текст. Как будто мы, оп, пришли сюда. Для посетителей каталог важно. Конечно, важно. А что потом нам важнее? Почитать их новости? Или понять, как выбрать поликарбонат? Кто будет, блин, читать их новости? Кому это вообще интересно? Поэтому цены. Цены, конечно, важнее, чем какие-нибудь... Блин, тут кредит, кстати. А компания? А что кредит делает? А компания. Вот где должен. Покупателям кредит. Вот. Нам интересно, где их вклад находится? Вообще неинтересно. Это ж супер этот... Очевидный, понятный и важный... Как его? Принцип. Чем блок важнее, тем он выше. И, ну, и левее. Если у нас слева направо. А если на еврите, то там в обратную сторону. Поэтому этот блок, если его рассмотреть, то он важнее. А значит, прям можно поставить сюда. И он длиннее. Смотрите, как было. Видите, у нас тут была дырка. Вот. Дырка. А мы, во-первых, сделали круче. Ну, потому что слева направо важнее. Так еще и визуально круче. Но вы должны помнить, что круче надо делать везде. А, тут я что-то это, переплюнул. Во, каталог покупателям о компании. Тут, кстати, можно попробовать. Видите, некрасивенько. Некрасивенько. А если слетает сетка? А почему сетка слетает? Филхук должен. Потому что сетка, блин, к сетке привязываемся. Ну, ладно. Ладно. Тогда не будет портить настроение верстальчику. Добавлять. Ну, вот это слово, его вот так вот перенести было бы классно. А тут новая строка. Новая строка не классно. Вот. Но мы не будем портить настроение, поэтому оставим уже филхук. Оставим филхук и филхук. Вот. И теперь у нас вообще все хорошо. Как у нас там было изначально? Вот так. Ну, как-то вот оно. Вот так, хоба. Три столбика. Вот. Значит, чего у нас там сверху? У нас... А, это еще планшета. Планшета 60-60-60. Ну, нормально. Это какая-то там суперниче... А, тут настроить-то надо. Фил поставить. Фил. У этого текста тоже фил. Что-то он... Так, УМП. Это новая строка. Блин, сюда по абзаце завести. Чтобы было понятно, где новый... Вот. И смотрите, как сразу понятно. Вот это, ВВ. Когда мы понимаем, что к чему относится. Это просто вот их там какое-то там название юридическое. А вот это уже какая-то там характеристика. А, кстати, погодите. Не так. Должно-то не так быть. Вот это должно быть shift. А, то есть, расчетный счет, он в банке... А, кстати, а что вообще разлетелось? Расчетный счет в банке. Ну, расчетный счет в банке. Чего его раздраконило? Слушайте. Слушайте, забрал где-то текст. Забрал текст на каком-то сайте. И там вот эти ребята, которые... Струки рвут. И потом вот оно... Из-за вот этих ребят к нам в макет попало. Прикиньте. Так. Чего нам надо? Это надо вправо. Ну, вот так надо оно нам. Да не надо. И так нормально. Отступы надо одинаково. Отступы надо. Потому что это одна сущность, вторая, третья. И вот эти отступы было бы классно сделать одинаковыми. Поэтому что мы делаем? Вот это разламываем. И теперь вот это все вместе в общий автолаялт. Вот. Одинаковые отступы стали. Стало хорошо. Так. Мы же тем более не знаем. Это у меня тут текст вот такой. А у заказчика, у оригинального заказчика, возможно, тут было не Гагарина, а какого-нибудь там Проспект Победителей. И в итоге там текст бы вот так был. То есть, оно вот некрасиво. Некрасиво, когда одна строка сильно больше, чем другая. Некрасиво. Вот так вот мне бы конкретно вот этот текст мне бы нравился больше. Но мы же не знаем, какой тут текст. Правильно? Вот. Ну, представь. Если представить, что вот этот текст, он текст заказчика, ну тогда терпи. А что остается? Просто терпи. Тебе не нравится? Терпи. Тебе же деньги платят. Чего ты возникаешь? Терпи. Делай и терпи. Так. Все. Смотрите. Хоба. Погнали вот сюда. И тут. А что оно? Хотел сказать, нижняя часть получится автоматом. А где-то там филхук забыл. Филхук и здесь фил. Тут забыл филхук сделать. Оно там автоматом. Не хук, а филхук. И не фиксд хук, а вот так. Давайте. Не кайфанул. Надо же кайфануть. Смотрите. Хоба сюда вниз. Так. Иди. И снизу все готово. Хоба. Вот. А тут у нас стихотворения. А как их победить? Просто стрелкой вниз. Но эти стихотворения... Так. Во-первых, можно отступать сделать внешне больше, чем внутри. Они на самом деле... Тут надо просто понять, достаточно ли они большие. Ну, то есть, два блока ссылок, с одной стороны, это ничего, как будто бы. Ничего. С другой стороны, блин, вот аж целых два блока. У нас каталог первым был. А чего, погодите, каталог... Вы мне там написали, что я перескочил или нет? Наверное, что мне написали. Вы же молодцы. Заметили, что я где-то нажал лишнюю стрелку, и вот что произошло. В общем, можно как будто бы и оставить. Сейчас вот эти популярные огромные футеры с полезным SEO-контентом, ссылки, там все дела. Вот это, кстати, бесполезная штука. Публичная оферта. Ну, это же копирайт. Это вот. Публичная оферта, это вот сюда. Кто вообще делал эти тексты? Где я их взял? Покупателям, блин. Как вообще вот это вот? Супер второстепенную инфу можно было... Это же вот это. Ну, вот польза, соглашение... Кстати, смотрите. Хуба. Чего там? Куда там? Блин. Пользователь... 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 Блин. Короче, когда мне лень что-то там вникать, я вот так делаю. Перепить. А, вот снова напечаталось. Может там буква О где-то английской стоит. Ну, значит, добавить словарь. Так вот, это супер второстепенная инфа. Это копирайт вот это вот. Ну, нельзя мешать. Это же вот это. Это навигация по сайту. Ну, прикиньте, каталог. Это прям навигация. Самое важное, что тут есть. Вообще, это каталог. А тут ставить согласие, блин, на обработку персональных данных. Это супер неважное инфа. Супер неважное. Она вообще должна быть где-то вот там. То есть, если тут уже дизайн наводить, то надо вот так вот что-то там. Второй набор ссылок делать. Наверное, вот так вот надо, чтобы оно как-то там визуально... Вот такой футер должен быть. Блин. Понимаете? Ну, сейчас мы уже, наверное, не будем. Или будем. Или не будем. Мы должны понимать хороший контент. Ну, важный контент. И, ну, навигацию по сайту, и не навигацию по сайту. Блин, ну ладно, сейчас уже не хочу это переделывать. Но вы должны понимать, что иерархия в контенте должна остаться. Вот эта штука забирает кучу внимания. Она супер неважная. Как выбрать? Как выбрать? Этого цены. Как купить? Вот это важная штука. Кто вообще поставил сюда, кстати? Стилек-то надо забрать. Оно влезло? Влезло. Вот. Так. Что нам надо? Менять уже не будем. Ладно. Давайте... Ну, один из вариантов это просто оставить. Прикиньте. Кстати, оно бы, если бы мы поменяли, было бы вот так. Было бы вот так. Ну, не так, а вот так. Оно бы было с одинаковыми отступами. И, ну, вот так вот, тем более можно оставить. Ну, вот так вот, тем более можно. Оно занимает, телефон, он приблизительно вот таких пропорций. Ну, оно там полтора экрана занимает. Зачем вообще прятать? Ну, во-первых, если мы сворачиваем. Чувствуете? Если мы сворачиваем что-то в аккордеоны, то у нас сразу, внимание, вопрос. Аккордеоны? Откуда они? А их же надо сверстать. То есть, лишний геймор верстальщику. Лишний геймор дизайнеру. Потому что ему надо сделать эти аккордеоны. Ну, да, они быстро делаются. Автолаял там пять минут и готово. И верстальщику как будто бы не долго. Но все равно тут чуть-чуть сверстать, там чуть-чуть сверстать. Вот. И, понимаете, оно сюда, вот конкретно с этим контентом, особенно когда мы две строки отсюда забрали и поставили там, где они должны быть, вот с этим контентом вообще не надо сворачивать в аккордеоны. А значит, это потрясающие новости. А значит, мы просто идем и делаем дальше. Делаем вот так. Хоп. А где 360? Почему тут не 360? Видите, как иногда полезно смотреть в калькулятор? Почему не 360? Смотрите в калькулятор, ребята. Вот, оказывается, текст уменьшить надо было бы, чтобы он поместился. Ну, тут Автолаял все подтянул. Так что, смотрите в калькулятор. Видите? Наглядное пособие. Почему надо смотреть в калькулятор? Вот. И теперь мы понимаем, что тут должно быть 360. и... Так, филхук. Филхук. Вот. Теперь мы понимаем, что тут должен быть 360-й файл. Ну, а, погодите, мы там уже 17, 17 у нас... Так, 15 мы сделали, да? А тут 17. А тут ссылки были 15 сразу, что ли? А, даже вообще повезло. Даже уменьшать не надо. Значит, смотрите, возможно, если вдруг... Значит, смотрите, тут у нас какой аргумент? Что у нас все помещается в полтора экрана. Зачем прятать навигацию? Это навигация. Если ты ее прячешь, ты делаешь навигацию хуже. Ну, согласитесь, если навигация спрятана, она хуже. Ее надо открыть, посмотреть. Что такое вообще аккордеон? Может, вы там сидите? Какой аккордеон? Что он там баянет? Непонятно. Значит, что такое аккордеон? Значит, мы вот это удаляем. Вот это удаляем. Значит, что мы? Нажимаем на бубе. Вот тут нажимаем. Нажимаем на бубе. Делаем строк. Вот смотрите, сколько времени занимает здесь создать аккордеон. Делаем вот так вот. Так, текст... О, повезло с этим. С текстом не надо донастраивать. Потом надо сбегать куда-нибудь наверх, забрать галочку. Если вы где-то делали какую-то галочку, не вздумайте делать заново. Зачем вам новые галочки? Спросит верстальчик. Зачем ему новые галочки? У него же есть галочка. Значит, это мы делаем вот сюда. Галочка куда улетела? И куда галочка улетела? А, она не улетела. А, контейнер галочки улетел. Или что? Что произошло? Так, Ctrl Alt G 24 на 24. Нам надо квадратная галочка. Блин. Ну, надо было там сделать контейнер, разобрать сюда. Понимаете? Давайте 12 на 12. Вот. А где вообще галочка? Чего она? Черная на черном? Не видно же. Вот, появилась галочка. Теперь понятно, где какая галочка. А вот это мы делаем вот так. Собственно, все. Так, галочка не по центру. Да, галочка не по центру. Но у нас есть контейнер, поэтому взяли внутри контейнера, опустили. А, это там надо пускать. Блин. Ну, мы не можем опустить. Видите, что это... Если мы опустим вот здесь, внутри контейнера, у нас галочка станет по центру строки. Визуально станет как надо. Но для верстальчика разные контейнеры. Там в хедере контейнер стоял и галочка по центру, а тут контейнер и галочка уже не там. А значит, надо опускать сам контейнер. Понимаете? Значит, надо опускать сам контейнер с галочкой. Роу, кстати, надо было бы ее закомпонентить по-нормальному, сделать там буби нажать. Значит, что мы делаем? Мы делаем вот так, например. И просто сам контейнер опускаем ниже, чтобы он стал визуально по середине строки. А здесь делаем отступ. У нас, конечно, тексты и так короткие. Мы уже видим, какие тексты. И мы уже понимаем, что они... Ну, то есть не будет такого конфликта, что текст залезет в какой-то там момент на галочку. Ну, вот такого не будет. Потому что у нас тексты короткие, и мы их и так видим. Вот. Но бывает такое, что там, например, точно так же делается блок вопросов-ответов. Вы же знаете, что такое вопрос-ответ? Что такое вопрос-ответ? Куда это? Вон открытый вопрос-ответ. Пум-пум-пум-пум-флаке. Вот. Вот эти длинные тексты. И там длинный текст может в галочку упереться. Вот в такую. Поэтому там надо было бы... Принцип такой же. Там надо было бы... У автоваяута сбой справа. Справа это вот с этой стороны. Добавить подступ, чтобы текст... Ну, доходил до конца, но потом переносился. Понимаете? Классно, что вы все понимаете. Вот. И теперь, когда мы нажали на буби, делаем Ctrl-D, Ctrl-D. Делаем Shift-A. Проваливаемся внутрь филл-хук. А отступ делаем нулевой. Нулевой. Что не так? А, у листа надо сделать. Нулевой. Вот. И меняем контент. Контент. Меняем контент. Вот. И теперь... Теперь. Теперь. Теперь что нам надо? Нам надо, во-первых, раздраконить один из этих и вставить туда второй текст. Вот этот. Да, показать верстальчику, как открывается, какие отступы сверху снизу. Можно это, конечно, бахнуть во второй я вот сразу. Кстати, Shift-A. Филл-хук. 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 Вот. Так, отступ у нас какой? Пум-пу-рум-пум-пум. Ну, какой-то... Так. Не какой-то. Вы меня не расслышали. А какой-то такой. Какой-то такой, который был. Ну, зачем нам менять отступ, если у нас уже был какой-то отступ? Где это? Вот. Вот. Отступ уже был. Пусть такой и остается. Значит, проваливаемся в Properties и делаем False. Это что? Что это будет? Линкса. ShowLinux. ShowLinux. Хоба. И вот здесь показываем линки. Вот. А. И хук ставим, чтобы все это дело... А что, тут фикс? Нет, тут хук. Делаем хук, чтобы он обнял контент. А почему не обнял? Почему не обнял? Во, починили. Значит, для вертальчика показали один отступ, показали второй отступ. Все нормально. Отступ снаружи стал меньше, чем внутри, поэтому сделали, например, вот так. Блин, так тут меняется. Значит, просто берем вот этот отступ, делаем больше, чтобы здесь было больше, чем внутри. Вот. Визуально нормально? Нормально. И смотрите, вот эту штуку. Так, что? Вот эта линия нам не нужна, получается, да? Вторую линию мы тогда скрываем. Чего она не скрывает? Блин. Отстань. Компутер отдай линию. Вот дайте линию. Боже. Как сложно удалить линию иногда. Когда-то что происходит? А, это, блин, не линия, это бордер. Ну, я затупил. Ну, затупил. Это что? Это автолаялт? Почему автолаялт? Автолаялт. Вот. Все, починил. Значит, смотрите. Вот этим всем этим можно было бы не заморачиваться. Правильно? Потому что у нас был аргумент. У нас все и так помещается в экране. А потом, возможно, вы бы пошли вот сюда и такие. Так, это мы пока спрячем. Вот. Тут вы понимаете. Ага, я заморачиваться. Мосс слетел. Блин. Чего слетел Мосс? Мосс. Мосс. Дайте, Мосс. О, наконец-то. Это, самолет прилетел, и в итоге теперь шиворот на выворот скроу работает. Иногда слетает. Вот, нормально. Снова. Значит, смотрите. Тут был аргумент. Не делать вот эти вот аккордеоны. А, погодите. Так там же еще не всего. Там же еще галочку надо закрутить. Или закрутить, или если дизайнеру лениво, можно просто перекрать. Чтобы не делать вариант, что-то там вращать. Все, перекрасил. Вы же как сделаете, так потом все. Нам главное дать понять, что вот это развернуто, чтобы вот эта галочка отличалась от этой. Можно развернуть. Кстати, беленькая смотрится даже круче, чем повернутая красная. А вот повернутая белая была бы еще круче. Но представим, что дизайнеру лень. Просто представим, что ему лень. И так нормально. Вот. Значит, смотрите. Тут был аргумент. Не делать вот эти аккордеоны. Не делать. Потому что и так помещается все в пределах полутора экранов. Это навигация. Она помещается. Вот. А потом вы приходите сюда, и тут как будто бы телефоны там какие-то-то вот такие. Тут уже два экрана, и вы такие начинаете вот эту штуку городить. И вместо вот этого вы городите те самые вот эти аккордеоны. Вот. Они же настроены. Были бы, блин. Значит, Фил Хук-то не настроил. Фил Хук. Что там ищем? А, а, наш мастер настроить. Мастер-то у нас тут. Мастер, погодите. А почему мастер не настроился? Фил, фил. Фикс. Вот. Давайте кайфанем. Не кайфанул в этот раз. В этот раз кайфанем. Значит, ставим вот сюда. Блин, что она не провалилась-то? Хоба. Блин. Давай проваливайся. Так. Оп. И кайфанули. Хоба. Галочки забыли настроить. Блин. Галочкам забыли поставить правую сторону. Хорошо, что есть мастер. Видите? А вот эти ребята с фиолетовой аллергией, вот как они сейчас будут двигать галочки? А где галочки? А где галочки, блин? Чего они? Не сработали. Галочка. А что, не нажалась или что? Ну, или это не мастер? Ну, это мастер. Тут галочка справа. Что за баг? Ну, ааа. Где-то еще ненастроенный филхлок. Вот какой-то филхлок. Вот что-то там у нас еще есть ненастроенное. Какое-то ощущение, что есть... Ааа, у нас же там двойной... У нас же там это. Два текста, блин. И два текста. Ненастроены. Видите, у текста у второго фикст. И этот фикст, который скрыт в мастере, он все портит. Еще что-то портит. Блин, не кайфанули, ребята. Кстати, режим контура. В режиме контура-то все видно. Вот вам еще пример, где это. Режим контура. Надо понять, почему вот это... Потому что у нее стоит... Я ж менял. Может, я Ctrl-Z лишний раз нажал? Смотрите, меняем и кайфуем. Правильно? Чего оно не слушается? Ааа, у галочки, у самого контейнера... Вы мне уже написали, что я вафля? У самого же контейнера надо поставить. Я выбираю галочку, а надо же у контейнера, блин, поставить. Все. Идем сюда, и галочки на месте. Бывает. Значит, смотрите. Вот это... Это шляпа. Потому что у нас ради одного разрешения городить какой-то там новый аттракцион... Ну, это... Если бы у нас было и здесь, и здесь, это было бы оправдано. Когда у нас на всех смартфонах есть аккордеоны. Это оправдано. А когда у нас эти аттракционы только на одном разрешении, у рестальника меняется настроение. А потом поменяется у вас. Поэтому тут можно было бы и не городить. Можно было бы оставить вот так вот. Что у нас там? 360. Блин. Вот. 360. Понимаете? То есть, если там чуть-чуть не помню... То есть, ради чего-то одного не надо. Но если у вас там 4 набора ссылок, тогда настроение у вас уже меняется. Тогда уже действительно есть смысл сделать нормально сразу и тут, и тут. Аккордеоны. Понимаете? Если у вас не на там покупателям, а еще каким, продавцам. Если это площадка какая-то. Продавцам. Вот. Тогда, да, тогда есть смысл сделать и одно, и второе. Тише, тише. Вот, видите, можно было не приближать, а посмотреть сюда. Вот. Значит, ради чего-то одного не делайте. Не портите. Во-первых, вы делаете навигацию хуже, потому что спрятана навигация, она действительно хуже. Она спрятана. Вот. Да, стало компактно. Если вот это будет свернуто, но вообще там прекрасно. Футер помещается в экране. Ну, навигацию скрыли. Зачем ее скрывать, если можно? Тем более, это уже конец сайта. То есть, если мы что-то скрыли сверху, чтобы нижняя стала выше, какой-нибудь каталог раньше, отзывы раньше, там еще что-то, цены раньше увидели. Это есть оправдание. А это уже конец. Мы уже все изучили на этой странице, поэтому нас никто не торопит прям быстро-быстро изучить футер. У нас есть время. Мы уже там все изучили, мы пришли сюда. И почему? Футер обязательно должен помечаться в одном экране. Почему? Если страдает навигация. Ладно, вот эта хрень. Вы спрятали, чтобы ее вообще никто не нашел. Но навигацию нет смысла прятать. Если чуть больше одного экрана. Вот. Если уже четыре набора ссылок, ну тогда да. Тогда появляется оправдание, что ссылок действительно много. Это будет какая-то там длинная простыня. Но если у вас есть возможность не прятать навигацию, потому что спрятана навигация хуже, и вам не надо работу работать, лишнюю верстальчику не надо работать, лишнюю верстать, и все довольны. Все довольны. Вот. Но если ссылок много, ссылок много, опять возвращаемся к вопросу количества макетов. Представим, что ссылок было много, и мы сделали аккордеоны. И мы сделали аккордеоны, и по нашим макетам, во-первых, надо буби везде нажать. Тут перестроение было, значит. Погодите, мы же тут просто меняли. Надо было сразу буби нажимать. Да, мы тут просто меняли вот так. А, нет, не можем так. Да, мы направление не поменяем. Значит, это делаем буби, и вот это делаем буби, а это просто уменьшаем. Размер текста можем уменьшить и в одном. Вот, значит, смотрите. Это и сюда, это вот сюда. И в калькуляторе добавили, чтобы не приближать. Так, ну и, собственно, вот это тоже делаем буби, а чтобы потом на всех этих... А что это вылетело? А, набор ссылок, который я пытался создать, он вылетел. Вот, смотрите, у нас все прекрасно. У нас есть все макеты, и верстальщик понимает, в какой момент происходит перестроение. Он понимает, как оно происходит, какие там отступы, какого размера. Он все видит. А у ребят, это вот наш макет. А рядом сидят ребята и делают 320. 320. Просто 320. Просто одно 320-е недоразумение. Появляются вопросы. Почему, блин, 320, когда уже все, кроме пятого айфона, кроме пятого, уже фигма не работает в седьмой винде. В седьмой винде. Они все на пятый айфон смотрят. Вот. И у верстальщика нет понимания, в какой момент отказываться от аккордеонов. И он думает такой, Так, планшеты, это же как будто бы широкие смартфоны. А значит, что мы сделаем на смартфонах? На тысячном файлике. На тысячном файлике. Тысячный файлик. Тысячный. Иди сюда. Тысячный файлик. Что мы сделаем? Правильно. Класс. Супер. Ну это же девайс, это же мобильный девайс. Это просто широкий смартфон. Вот что будет, когда нет макета. Классно. И дизайнер себя не продал денег, не заработал. И сайт потом вот такой. Красота. Понимаете? Не, ну вы понимаете. Надеюсь, вы понимаете. Значит, смотрите. Пора заканчивать. Два часа. Вы столько... Вы вообще там терпите меня? Может, вы уже все ушли? Или вы еще со мной? Короче, наверное, мы ее не знаем. На два стрима, может, еще на три стрима поделить. Эту макету делать. Если вам нравится то, что происходит... А еще там хедер, кстати. Не сделанный уже. Если вам нравится, пишите комменты. Кстати, сейчас этот стрим закончится. И пишите комменты, ребята. Под роликом. То есть, то, что вы в чате, там спасибо, кто-нибудь напишет. Это вообще классно. Но если вы еще напишите, вот прям, когда я кнопочку нажму синюю, и там можно будет писать под роликом. Вообще вам цены его не будет. И чем больше вам таких комментов, ну, тем я вижу, что вам интересно. Потому что вы не понимаете ничего, уходите отсюда. Вот. Чем вам интереснее, тем быстрее выйдет вторая часть. Правильно? Так же это работает. Это вот в пятницу работы будем смотреть на Boosty Патреоне. А когда? Не знаю. Когда? Может, на следующей неделе. Тогда вторую часть. Windows 7. Так работает в этого, в браузере они или уже починили? Или это выборочно как-то там, с каким-то обновлением? Говорили, не работает в десктопной версии, а в браузерной работает. Или уже починили? Вроде не было апдейта никакого. А, но апдейт был с этим, с подчеркиванием, с красным текстом, ну, с этим, со спелл-чекером, с правописанием. Не понимаете. Значит, смотрите, запись, скорее всего, будет. Только я некрасивый. Но будет. Наверное. Так. Опоздал, но пересмотришь. Класс. Спасибо тебе, что пересмотришь. Так, сейчас чекнем вопросы. Скажи, когда в адаптивах размер текста кегель меняется. Когда у вас, значит, надо уменьшить текст, если появляется стихотворение. Если у тебя в строке, а вот как тут у нас было, какие-то там строки, они не помещались. У нас галочка какой-то там промежуток съедает. Это в итоге, ну, где-то вот, особенно сложные вот эти слова, поликарбонаты, пам-пам-пам. Вот. Получается, стихотворение по два, по одному слову, значит, ну, текст уже как будто бы тесный, и значит, можно сделать поменьше. Вот. Вот уже станет... А, это же еще и минимальный размер, то есть где-то там на 375-м, блин, на 375-м, 75-м вообще в три строки будет. Вот. Так что на мобилках обычно уменьшаются. И заголовки надо уменьшать, если не помещаются. Вот. Но уменьшать надо не просто... Значит, смотрите, не надо уменьшать просто, а бы уменьшить. Кто вам такой сказал, что если у вас ширина вот этого макета меньше стала, вот было 1000, а стало 768, надо все уменьшать. Кто вам такой сказал? Заголовок уменьшили, потому что этот заголовок, он конский, ну, он не влазит. Поэтому уменьшили, ну, вот эту штуку уменьшили же мы. Сколько там? Уменьшили, да, 59, да, уменьшили, а потом просто по центру поставили. Вот. Уменьшили, чтобы, ну, чтобы она не обрезалась. Такой аргумент был. А вот это мы не уменьшали. Текст, кажется, уменьшили или нет? 48, да, вот это вообще не уменьшали, просто перекомпоновали. Оно помещается, зачем уменьшать? Зачем? Просто перекомпоновали так, чтобы было удобно. Все, вот там тоже перекомпоновали. А ребята, которые делают просто 320, верстальщики вообще не знают, что там что-то там перекомпоновывать надо. Просто в одну колонку оба бахают. И потом вот это вот. Вот это вот красотень. Вот такие потом планшеты. Класс. Зато мы сделали один макет. Зато мы денег не заработали. Зато быстро, блин. И еще и без компонентов, без автолаяута. Поэтому делайте нормальное, адекватное количество, чтобы и сами деньги зарабатывали. Вы же дизайнеры, блин. Вы же дизайном занимаетесь, чтобы денег зарабатывать. Правильно, это же ваша работа. Вам платят за это, чтобы сайт стал лучше. Так почему вы не делаете адаптиву? Почему вы делаете вот эту одну сосиску 320? Это же ваша работа. Вам за нее платят. Так, блин, зарабатывайте деньги. То он где что, на курсе. Прикалываюсь. Что сейчас вот там 10 группа будет. Сейчас вот у нас 9 группа про адаптивы. Там тоже большущий стрим у нас. И говорю, что пока есть возможность делать адаптивы, делайте, блин, зарабатывайте деньги. Потому что потом каким-нибудь там весенним обновлением фигма добавит какую-нибудь волшебную, блин, кнопку. Вот здесь вот адаптивы. Просто ты на нее нажимаешь, и у тебя вот это вот, если ты настроил автоваяут, и у тебя вот это вот там все готово. Может там комп зависнет на минуту, отвиснет, и у тебя все готово. И что? Как ты будешь деньги зарабатывать? Поэтому пока такой волшебной кнопки нету, делайте, блин, адаптивы. Это же ваши деньги. Вы же дизайном занимаетесь, чтобы деньги зарабатывать, а не чтобы шотики на Behance выкладывать. Кто бы придумал, что дизайном я занимаюсь просто, чтобы на Behance что-то выкладывать, чтобы покупателя найти на свои услуги, чтобы денег заработать. У вас финальная все равно история, чтобы деньги заработать. Поэтому адаптивы для вас это деньги. Для сайта это потрясающие новости для планшетов, потому что не будет этих сосисок. Для верстальчика, потому что он понимает, что у него там, ну он видит, ему все равно быстрее верстать, чем когда вот так вот. А потом у него там заказчик спрашивает, а чего у меня на планшете? Вот я на планшете открою, а у меня вот так вот. А верстальчиков не было. Какие вопросы? Ты мне дал один вот этот макет, и вот этот. На компах так, так. На смартфонах так, так. Что ты хочешь? Какие планшеты? Ничего не знаю. Поэтому делайте и зарабатывайте деньги. Так, надо свернуть все. А то потом ничего будет дальше вам рассказывать. Так, чего там ищем? Так, если в хедере два номера телефона, то один делаешь, а второй уже в бургер. Главное один оставить, какой-нибудь самый основной, или там колл-центр, ну или друг по другам, или просто в иконку свернуть, или, например, снизу можно часто делать прилипающие кнопки, которые снизу. Вот у тебя и нарисовал, блин, планшет какой-то непонятный. Вот здесь иконки, там, например, каталог, еще что-то, и телефонная трубка, или просто фиксированная. В общем, можно свернуть в иконку, но чтобы нажал и пошел вызов. Вот, а можно и то, и то сделать, и телефоны продублировать. Но обычно делают хедер в один экран, в один этаж. То есть хедеры на планшетах и смартфонах чаще всего делают в один экран, а не в три. На компах там можно разгуляться, а потом все это дело как-то там сворачивается в одну такую линию. Вот она уменьшается, уменьшается, и один телефон как минимум надо оставлять. Нельзя, у тебя в руках телефон, ты хочешь позвонить, а телефона нет. Тебе самому надо разыскивать телефон, и у тебя там какие-то три полосочки. Ты знать не знаешь, ты мама, например, ты не знаешь, что такое бургер, ты не знаешь, что его надо нажать, чтобы меню открылось. Вот, люди же разные есть. Не обязательно айтишники зайдут на этот сайт, которые знают, что такое бургер и для чего он. Вот, а вы взяли и телефон спрятали в бургер, а потом человек не может заказать кирпичи себе. Ну, потому что телефон не нашел. Так, чтобы заметил, так, вы все это пингуете меня. Все, ребята, значит, спасибо всем, кто пришел. Если было полезно, отсыпьте жменьку лайков. И сейчас вот я кнопочку нажму, пойду искать завтрак. И это, а вы там комменты напишите. Будет много комментов, так и можете, я раньше новый стрим запущу. У меня сейчас вообще каждый день стримы получаются. Сегодня стрим, завтра на курсе, в пятницу на бусте. Что-то много. Классно. Все, ребята, спасибо всем, кто пришел. Кто комменты пишет, прям вообще отдельные обнимашки. Кто рекомендует, советует другим смотреть, ему вообще. Цены вам нет. Ой, то столько людей в первый раз пришли. А что дальше не грузится? Или это... Блин, а дальше что не грузится? А куда оно пропало? Ну, много людей, на самом деле, пришло в первый раз. Куда оно пропало-то? Непонятно. Ладно, все, пошел я завтрак искать. Вам спасибо, что пришли. Надеюсь, было полезно. Пишите комменты. Я сейчас кнопку нажму, а вы комменты пишите. Не жадничайте. Все. А, что там? Фил Хук. Пошел я. Субтитры сделал DimaTorzok.